Уважаемые коллеги, я вынужден начать нашу ежегодную встречу с упоминания тех, кто за этот год покинул нас. 7 марта 2012 года после болезни скончалась Алина Семеновна Москаева, активная участница Московского методологического кружка в 60-е годы, автор многих работ по педагогике и педагогической психологии, экспериментатор, исследователь. 5 июня 2012 года от инфаркта в Таиланде умер Вячеслав Леонидович Глазачев, который работал в тот период, когда кружок занимался проектной деятельностью во ВНИЭТ и дальше в Сенежской студии. И 28 октября на 79-м году жизни скончался Вадим Николаевич Садовский, один из старейших членов кружка, который занимался методологией науки, гносиологией, эпистемологией, системными исследованиями. И, собственно, в этом качестве известен многим из вас. Коллеги, прошу почтить их память вставанием. Мы собрались на 19-е чтение памяти Георгия Петровича Щедровицкого. В третий раз собрались обсуждать проблематику институтов и институционализации мышления. Я вспоминаю, что когда первый раз несколько лет назад была заявлена эта тема, то возникло несколько направлений полемики. Ряд участников нашего движения говорили о том, что институционализироваться могут только социальные отношения, социальные структуры. Кто-то считал, что представление об институтах и институционализации применимо к деятельности. Термин «институционализация мышления» вызывал довольно широкое неприятие. Однако за эти три года диалог вокруг названной темы с моей точки зрения приобрел более конструктивный и активный характер. Вы знаете, что у нас постоянно работает последние два года семинар еженедельный в фонде Института развития имени Георгия Петровича Щедровицкого. На этих семинарах идет подготовка, обсуждение докладов. И мне кажется, что постепенно мы восстанавливаем некую традицию, когда со многими тезисами и материалами можно познакомиться заранее. Я бы хотел напомнить только один аспект этой проблематики. В 1919 году Торстейн-Веблен пишет, «Масштаб и смысл поведения индивида – суть функции институциональной переменной, то есть чрезвычайно сложны и нестабильны». Здесь он возражает тем, кто пытался найти ту или иную единую причинную связь в объяснении поведения и деятельности человека. Действия отдельного человека и его сознание представляют собой институционализированный разум. Эти действия и способы поведения в ситуации уже подготовлены привычками, сформированными под воздействием обычая. Социальные концепции мышления образуют ядро социальных институтов. Институт представляет собой преобладающий способ мышления, ставший общепринятым в качестве нормы, регулирующей поведение. И далее. Человек способен мыслить и за счет этого его поведения приобретает телеологическую форму. Возникают привычки и общепринятые требования. Именно это мы имеем в виду, когда говорим об институтах. Они представляют собой устоявшиеся схемы мышления, преобладающие среди большинства людей. Институты, о которых шла речь, есть результат развития культуры как кумулятивной последовательности формирования схем поведения. Это написано в 2019 году. И на мой взгляд, когда в начале 60-х годов в Московском методологическом кружке началось активное обсуждение представления о воспроизводстве деятельности и трансляции культуры, то во многом в этих схемах выражалась не проговоренная, не отрефлектированная на тот момент институциональная установка самого Московского методологического кружка. Я не буду сейчас подробно пояснять, почему, с моей точки зрения, именно в этот период, в начале 60-х годов, внутри кружка возникла внутренняя проблема институционализации самого методологического мышления, то есть того способа мышления, который они несли на себе. Может быть, через год или через два я сделаю про это подробный доклад для того, чтобы пояснить здесь свою позицию. Но мне кажется, что именно представления о интеллектуальной организации поведения и деятельности лежали в основе ранних работ институционалистов, так как они формировались в начале 20-го века. У нас сегодня три калеквиума. Первый из них посвящен опыту использования методологических схем и методологических представлений в практике, управлении и политике. Второй будет посвящен оргдеятельностным играм. Георгий Петрович часто говорил, что оргдеятельностная игра – это институт методологического мышления. Что он вкладывал в это представление? Насколько оргдеятельностные игры состоялись, в том числе состоялись как институт? Это тема нашего второго обсуждения. И, наконец, на третьем калеквиуме мы планируем обсудить в целом проблематику институционализации методологического мышления, сегодняшнее состояние, возможные направления и стоящие перед нами задачи. Для того, чтобы вести первый калеквиум, я передам слово Андрею Георгиевичу Реусу, и он уже представит и всех участников, и сценарий проведения. Прошу вас. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы в прошлом году договорились на чтениях о том, что мы подготовим вот этот калеквиум, который сейчас будет. Ну и вот в течение этого года доделали целый ряд работ, который позволил нам сегодня присутствовать здесь и поделиться с вами некоторыми своими размышлениями. Первый момент я должен сказать о том, что вот здесь стоит ряд книг под названием «Методологическая школа управления». Мы, я не знаю, насколько своевременно успели передать в фонд определенное количество экземпляров, чтобы хоть хотя бы какое-то количество людей могло их получить и познакомиться с этим. Но я надеюсь, что калеквиум пройдет так, что как бы не отвратит оставшихся желания посмотреть, что там написано. Поэтому есть достаточно большой массив материалов, которые мы перевели в письменные тексты. То есть мы постарались опыт работы, которые мы ввели, ну там по-разному оценивается. Мы оцениваем этот кусок времени, там 25 лет, это с 88-го года, значит, с 98-го года, это 15 лет. То есть, по сути дела, здесь в большей степени из практического опыта нашей работы описаны, конечно, те работы, которые мы проводили в последние 15 лет. И, соответственно, эта работа сама по себе, она как бы не является мемуарной, поскольку смысла, ну, смысла делать мемуарную работу я пока не вижу, но я думаю, что нам еще немножко осталось все-таки походить по этому свету и поработать, с одной стороны. А с другой стороны, сами по себе и тексты такого плана, они прежде всего необходимы для того, чтобы делать следующие шаги. для того, чтобы саккумулировать некоторый опыт, который получает тогда статус существования, поскольку иначе он исчезает, и, соответственно, сделать определенные шаги. И мы решили создать такую площадку, поскольку 15 марта у нас появится уже версия айпадовская, соответственно, мы готовы к общению и к вопросам, и к разговорам. Если будет интерес и будут вопросы, мы готовы где-то, допустим, через полгода с заинтересованными людьми встретиться на той площадке нашей, которую мы обозначили как Пестово, а тут название, я даже прошу не гадать, просто нам очень нравится это место, и мы, соответственно, там собираемся часто. И поэтому мы когда думали, очень много было всяких названий красивых, но в конечном итоге это то место, где мы просто чаще всего проводим свои уикенды. Теперь пару еще слов о методологической школе управления. Я бы сказал, прежде чем двинуться дальше, что сама по себе тема методологии управления для меня связана с одной стороны, собственно говоря, с теми, вот я это назвал поручениями, которые давал нам Георгий Петрович по ходу наших работ, в которых я участвую с 88-го года, и тех, как бы, текстов, которыми мы обменивались по этому поводу. С одной стороны, несколько раз мы получали такое указание, что вот эту тему ни в коем случае нельзя оставлять, она принципиальная, очень важная, и, соответственно, достаточно нам было это для того, чтобы ей заниматься. Следующий момент связан с тем, что уже, как бы, было ряд обсуждений, в которых Георгий Петрович говорил о том, что для того, чтобы проверить те средства и инструменты, которые нарабатывает методологическое движение, нужно обязательно проходить некую практику. Причем практику надо проходить, ну, на уровне, говорил он, как минимум, секретаря обкома партии. Тогдашняя терминология, потому что это означало определенную ответственность за определенные системы, и, соответственно, возможность отрефлектировать, как бы, опыт своей работы на, соответственно, такого рода объектах. Ну, я считаю, что нам удалось такого рода практику пройти в разных местах. Я думаю, что об этом мы чуть-чуть позже проговорим. И следующий тезис, который я хотел бы воспроизвести из тех разговоров, которые мы вели, мне Георгий Петрович говорил, что управленцем можно стать только в том случае, когда у тебя, говорит, раз в пять все разрушилось, а потом ты по новой сумел воссоздать все до системности некой. Но я задумывался, почему пять раз там, или шесть он сказал, я сейчас даже не помню точно, думаю, поскольку когда у меня это случилось там, третий раз, я понял, что, ну, больше уже выдержать невозможно, потому что нормальный человек просто как бы не выдерживает таких стрессов. Но при этом я понимаю, что это указание на шесть или на пять говорило о том, что просто управленец он до тех пор, пока он движется вперед и создает новые системы. И как только он остановился, то он, соответственно, уже перестает быть таковым. Следующий момент, который я хотел подчеркнуть, он связан с общим видением ситуации вот с точки зрения управления. Мне кажется, я бы тут вот мысленно их буду рисовать в квадратики, я думаю, что вы все как бы легко это воспринимаете. И если некую топику рисовать и брать системы знаний, которыми пользуются те, кто как бы, я повторяю, принадлежит к этому группе управленцев или классу управленцев, они пользуются экономическими знаниями, они пользуются знаниями финансовыми, которые принципиально отличаются, что тоже редко воспринимаются многими. Они пользуются знаниями об объекте, ну, собственно, инженерными в узком понимании этого слова, то есть набором тех технических знаний, которые позволяют что-то говорить о том объекте, которым управляет тот или иной человек. и они пользуются антропотехническими, так назовем этот блок, знаниями, чаще всего это такие, замещают их некие психологизмы. но, тем не менее, даже те, кто достаточно продвинуты во всех этих блоках, собственно говоря, есть еще один, который нужно рисовать рядом, и где есть собственные управленческие знания. Вот этот блок, он пустует чаще всего. И поскольку собственные управленческие знания это, как бы, рисование объектов, это, это, как бы, применение инструментов методологических, это работа с категорией системы, это и так дальше, и так дальше. И если не происходит, собственно говоря, такой работы и нет понимания того, что есть собственная управленческая работа, то это, как бы, говорит о низком качестве управления. И, но есть очень талантливые люди, которые замещают эту, собственно говоря, такую знаниевую конструкцию или рабочую конструкцию опытом, рефлексией как бы своего опыта, которые имеют, как я говорил, чувствилку очень хорошую, и они, соответственно, ну, действительно делают совершенно невозможное, как мне кажется, иногда, потому что, как человек, ну, не талантливым, и умудряются даже при отсутствии такого рода знаний какие-то вопросы решать. ну, я почти, я думаю, что мы почти всех из них знаем поименно, потому что их не так много. И это приводит к тому, что, собственно говоря, управляет в основном посредственностью. Я говорю, в хорошем смысле этого слова, потому что, ну, собственно говоря, ну, человека не учили. Ну, что с него можно спросить? И это, я считаю, ключевая проблема, которая сейчас на этой территории существует. Я не имею в виду территорию этого зала, я говорю о той территории широкой, на которой мы находимся. При этом, за счет, почему, вот тут тоже надо один момент, видимо, подчеркнуть, что, можно сказать, что там, ну, наши конкуренты тоже, может быть, не занимались этим методологией, там, ну, они занимаются управлением очень активно, и я вам могу сказать, что сейчас, когда мы начали, сделали перевод вот этого издания всего на английский язык и начали работать по изданию в Англии, то первое осуждение было одного профессора, говорит, ваш перевод оглупляет русские тексты. И они начали с того, что здесь две работы хрестоматийные, которые сделаны по, ну, соответственно, это хрестоматия, то есть это выжимки из работ Георгия Петровича по интересующей нас тематике, той, которую мы, соответственно, можем пользоваться, и та, которая здесь собрана. То есть на самом деле даже как бы в первом приближении оценка ряда специалистов говорит о том, что они как бы очень реально занимаются этой проблематикой и делают ее. Ну, плюс, как бы, есть история становления систем управления в других странах, она по-другому складывалась и по-другому сложилась, и она, вот я должен вам сказать, требует меньших размышлений, нежели та, которая складывается у нас. Поскольку у нас очень много состояний разрушено, в этом плане для задания Георгия Петровича, когда все разрушается и надо складывать по-новому, у нас очень богатая территория. Вот, и поэтому, когда ты делаешь такого рода шаги, вот, требуются специальные формы, без которых не может работа это осуществляться. И еще один тезис, я хочу закруглиться, в первой части он связан с одним моментом. Вот я родился в Челябинске, где-то лет 17 там прожил, потом еще лет 8 работал. Виктор Борисович родился в Челябинске. Значит, вы знаете, что вот Андрей Владимирович присутствует, Дементьев, с которым мы все это вместе тоже делали, тоже родился и вырос в Челябинске. И недавно этот город стал самым известным городом на территории мира, не Российской Федерации, коллеги, в мире это был самый известный город, где-то, сколько это было, неделю назад, я не знаю. И с тех пор мы гордо называем город Челябинск Малым Армагеддоном. А себя мы стали называть, сейчас вам скажу, как, мне сложно выговаривать всегда, младоармагеддонянами. Нет, вот это не надо, не надо, вот это младоармагеддонянами. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что очевидно в мире для управленцев существуют те процессы, которые определяют как бы его устройство, но и которые вот этот метеорит в том числе нам показал. Есть некие моменты, которые вне границ, они вне государств, они вне еще чего-то трассы. это соответственно процессы, которые интеграционного толка. Есть вопросы, которые человечество должно решать все вместе. И есть эти мелкие склоки, которые плохие управленцы создают в этом мире, которые соответственно мешают интеграции. Вот я считаю, что вот этот уровень так называемых управленцев, которые соответственно не имеют знаний нарисованных мной на одном блоке, они как бы мешают интеграционным процессам, тем самым соответственно идут против тех тенденций, которые подсказывают нам то, что происходит в мире. Поэтому вот среди нас интеграционными процессами в большей степени занимается Виктор Борисович. он принадлежит к той когорте людей, которые обсуждают эту тему между собой уже. И поэтому я сейчас ему передам слово и следующий кусочек нашего коллоквиума назван управлением политикой, но мы названия давали достаточно широкие, чтобы позволить себе двигаться так или иначе. И последний момент я бы хотел сказать, что мы в принципе рассчитываем конечно на вопросы, потому что литературу мы много представили, все-таки 15 лет ее писали, поэтому сейчас собрали этот кусок. Поэтому здесь мы стараемся какие-то ключевые идеи высказать, пользуясь в том числе тем, что обозначено. Поэтому рассчитываем на то, чтобы нам подскажете траекторию, что более интересно. Стив, Вик Борисович, можно я вам отдам? Спасибо, Андрей Георгиевич. Выглядит примерно так, что я пытался дождаться, когда же закончу. Когда РИОС закончен. Для того, чтобы перехватить микрофон. Вообще, мне было бы удобнее говорить стоя, поскольку, ну, чтобы кураж легче поймать, поскольку 10 утра 23 февраля для человека, прилетевшего ночью после там длительной поездки, время для сидячей дискуссии достаточно сложное, но, по крайней мере, неплохо было бы видеть всех остальных тоже с микрофона. А он работает, да, наверху? Давайте я встану. И в этом смысле, ну, уже, спасибо, да, уже неплохо, уже, как бы, видно даже зал. И в этом смысле, я без текста, хотя со схемами, но не хочу на них операции, не знаю, если они будут идти фоном. Ну, в общем, Саша решает сам. Пусть идут, не идут. Я просто думал даже, что они есть на руках, но, наверное, не об этом суть. Я в какой-то степени попробую очень коротко, но поскольку без бумаг, то буду пытаться не сорвать никакой регламент, чуть-чуть коснуться того опыта и той практики, которая по-разному можно считать за 15 лет, за больший период. Для меня вообще реально немножко за больший период с первой половины 80-х годов, так или иначе складывалось на мне вместе со мной, в которой я немножко поучаствовал, продолжаю еще участвовать. И в этой связи, если подкладывать концовку, на которой закончил Андрей Георгиевич интеграционные процессы, то, наверное, это тот проект большой, который мне сегодня приходится заниматься. Проект Евразийского Союза, проект Евразийской интеграции сам по себе, по своей амбиции, по своему замыслу, по своим масштабам и вообще по позиционированию проект более чем интересный, более чем существенный, поскольку он вклинивается в те процессы, которые формируют облик меняющегося мира. Вот так вот, ни больше, ни меньше. И в этом смысле метеорит, пролетевший над Челябинском, наверное, дает в том числе какое-то основание для того, чтобы самого себя удерживать на этой амбиции, пытаясь все-таки помыслить себя тем способным не только участвовать в обсуждении, но и участвовать в реализации, в замысливании, в реализации такого рода проекта. Этот интеграционный проект родился, с одной стороны, достаточно давно, в 1994 году, и как идея евразийства был тогда высказан, прошел какие-то свои фазы развития, в 2000 году приобрел форму евразийского экономического сообщества и объединил пять стран достаточно разных, сильно разных, очень разных, по людям, по объективным процессам, которые там происходили, на тот момент и происходят до сих пор. И эти различия, эти разности в этих странах за это время не сократились, а может быть усилились, что тоже привносит большую интересную историю, свою формирование уже теперь проекта. И пять стран, то известно, Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, двигались тогда в спокойном ритме реализации двух, наверное, ну, с моей точки зрения, процессов, которые определяли и определяют до сих пор облик мира меняющегося. Это процессы глобализации и процессы регионализации. И два этих процесса жили в параллели, иногда жестко оппонируют друг другу в разных ситуативных или даже в системных каких-то вещах, но в значительной степени пришли в, ну, может быть, к своей такой высшей точке, вот, благодаря кризису глобальному, можно называть глобальным кризисом, мне больше нравится кризис глобализации, в этом смысле 2008 год для всех взорвал в представлениях то, с какими рисками, с какими вызовами сталкивается все человечество в своем развитии, и все системы экономические, политические в своем дальнейшем развитии, и чем отвечать, собственно говоря, на все эти вызовы, на все эти риски. И в определенной степени регионализация стала единственным ответом, с моей, опять-таки, точки зрения, на те вызовы и на тот кризис глобализации, который разразился, и мы мгновенно увидели, как он послужил катализатором для самых разных проектов, в самых разных точках мира. Но мне сейчас легко возразить, сказав, что есть же вот самый продвинутый проект регионализации, Европейский Союз, который достиг в своем развитии уже, ну, почти высших высот, почти дошел до политической интеграции, и он сегодня переживает и является носителем самой острой фазы кризиса вообще, какой можно себе представить. Ну, в общем, да, это с одной стороны, но ровно то же самое я бы считал, можно обращать как раз и в те аргументы, которые говорят в пользу такого рода институтов и в пользу такого рода процессов, с точки зрения того, что именно они будут определять облик теперь уже мира на ближайшие 50-75 лет. Поскольку, конечно, можно пытаться искать ответы на кризис Европы в процессах дезинтеграции, доходя до ядерных каких-то там вещей, не знаю, Каталонии, страны Басков и еще чего-нибудь, а при этом при всем, но все здравые люди, здравые политики, те, кто реально включены в процессы, кто их замысливает и кто их, собственно говоря, реализует, они работают немножко в другой конструкции, в том примере, который я в свое время услышал от Георгия Петровича, который мне очень нравится, я его часто привожу по поводу человека, идущего по лестнице вверх, когда каждый в этой ситуации находился, когда нога проскакивает на ступеньке, чтобы нос не расквасить, необходимо пробежать, другого способа удержать равновесие нет, и, собственно говоря, Европа осознает, с моей точки зрения, одну большую ошибку, которую они совершили в начале 2000-х годов, когда, будучи очарованными с известной долей юмора, очарованные, той благодушно развивающейся экономической средой, они сумели уступить в своих амбициях место исключительно политически мотивированным решениям. И решение о расширении Евросоюза, абсолютно исключительно политически мотивированное, обросшее гигантским количеством компромиссов, не позволило удержать глубину интеграции, процессы интеграции настолько, насколько это должно было бы быть и адекватно временем, и всем риском, которые есть, и, собственно, они вкатились в глобальный кризис или в кризис глобализации именно с огромным обозом расстроенных во всех смыслах новых своих младопартнеров. И все это приводило лишь к одному принимать решения в такой среде, которые надо принимать в кризис мгновенно, невозможно. Ну и, соответственно, вот мы сегодня наблюдаем те жесткие дискуссии и жесткие попытки принять решения не принятые тогда по углублению интеграции. И так вот я, собственно, утверждаю как раз о том, что то, что процессы регионализации, которые за последнее время вышли на первое место в мире с точки формирования облика, захватили и нас и ночь в самолете сказывается все равно на обезвоживании. И в этом смысле 2008 год послужил жестким катализатором и для евразийского проекта. И в этой связи надо просто осознавать, сказать, что никогда лидеры бы наших стран не приняли бы решения в таких темпах и в таком объеме, как было принято буквально за последнее время, когда с реальности с 1 июля 2011 года были сняты все внутренние границы для трех стран, которые шли некоторое время назад в авангард интеграции, и когда зафункционировал таможенный союз, и когда с 1 июля 2012 года началось формирование единого экономического пространства, что означает движение по пути достижения четырех свобод, свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, что, собственно говоря, определяет как раз площадку или уровень и глубину единого экономического пространства, и что должно быть оформлено к 1 января 2015 года в качестве действующего документа в Евразийском экономическом союзе. Вот так вот, ни больше, ни меньше, но мне, как человеку, имевшему к этому отношение еще с конца 90-х годов на уровне первого вице-премьера правительства, понятно, насколько трудно и непросто на такого рода вообще амбицию, на такого рода действия, на такого рода проект подняться. И, конечно, уже перейдя непосредственно в работу Евразийскую экономическую комиссию внутрь этого проекта, я отлично понимаю, что нам предстоит сделать для того, чтобы этот проект стал жизнеспособным и дал тот толчок и то место этому союзу, которое позволило бы не внутренние проблемы как-то урегулировать и что-то по этому поводу сделать. Это мне всегда напоминает дискуссии по поводу ВТО. Вот там Россия вступила в ВТО, потеряла, проиграла, как там посчитать, а вот теперь это распространяется на Белоруссию и Казахстан. Это хорошо. Я, конечно, могу это посчитать в зависимости того, какой кому счет нужен. Там гамбургский, бухгалтерский, какой хотите. В общем, не так все это сложно посчитать, но мне кажется в последней дискуссии с Ламией, с генеральным директором ВТО, это так отчетливо проявилось, гораздо важнее в этой конструкции включиться в тот процесс, который, собственно, определяет будущее. Абсолютно бессмысленно вообще бороться даже не со своим еще, а с чужим прошлым в данной конструкции, а вот включиться в формирование будущего можно только находясь. Не важно по чьей схеме, по Ленинской схеме, войдя в это движение, возглавив его и развалив изнутри, как хотите. Но, тем не менее, включенность в эти глобальные процессы и возможность позиционирования там как активному игроку, она, конечно, предполагает с одной стороны присутствие в этих институтах глобальных, а с другой стороны формирование своей собственной позиции. Вот я абсолютно убежден в том, что облик меняющегося мира на ближайшие 30, 50, 70 лет будет определяться в дискуссии между эффективными интегрированными или интеграционными структурами и будет зависеть от эффективности их коммуникаций. и поэтому тот евразийский проект, который сегодня реализуется, с моей точки зрения, ну, с одной стороны, это девятый том вот этого сборника, который еще не написан, но, в общем, который совершенно очевидно будет про это. Хотя в одном из этих томов отголоски этой истории еще есть, но это уже конца прошлого века. И с другой стороны, это то, что, как мне представляется, на самом деле фантастически интересно, поскольку позволяет удерживать, наверное, как никогда и как нигде вот те разные там слои, слои политики, слои управления, даже немного захватывая слои руководства. И в этой связи, работая вот в такой конструкции, в таком проекте, ну, как нельзя, как нигде, наверное, лучше можно, собственно говоря, проявить все свои таланты, проявить все свои умения и приложить все свои знания. Но это вот сегодня, естественно, раньше этому предшествовали другие обстоятельства, но, действительно, все это не только в физическом смысле начиналось в Челябинске. Вообще, Челябинск первый раз стал известен на весь мир в 57-м году, и не потому, что в этот год я там родился, хотя, а тогда тот самый взрыв, который произошел в Челябинске и последствия этого взрыва, собственно, послужили с одной стороны для мира и для тех процессов, которые тогда определяли облик мира знаковой и значимой точкой, с другой стороны, хорошей экспериментальной площадкой не только для медиков, биологов, которые организовали свои центры на территории Челябинской области, но и для нас, так сказать, армагедонян, тогда мы еще этого не знали, но, собственно говоря, мы и не знали, что случилось толком. Но тех, кто, в общем, в той среде тогда взращивался и которые вот теперь столкнулись с тем, что вернулся, но в другом облике статус города, известного на весь мир. Так вот, для меня тоже начиналось все в Челябинске, с одной стороны, хотя знакомство с Георгем Петровичем началось вне Челябинска, как теперь говорят, в Украине, я так и не научился это говорить на Украине, в Одессе это была первая половина 80-х годов, после чего я в то время занимался и работал в Челябинском поликлиническом институте и занимался в лаборатории активных методов обучения деловых игр со своим отцом и, собственно говоря, благодаря своему отцу Борису Николаевичу я познакомился с Георгом Петровичем, отец такой поисковик был, вот они где-то там встретились на орбитах и поэтому я попал в Одессу по договоренности двух отцов. Попал, ну попал, вот, те, кто попадал это первый раз, те вот, понимаешь, я такой попал. Попал, вернулся, ну и слава Богу на какое-то время три месяца переживал деструкцию личности, вот, относительно того, что то, что делал уже так делать не хочется, хотя какие-то регалии к тому времени уже были, там был ловер областной комсомольской премии, медали ВДНХ, там, за разработки, там, за игры и все прочее, за деловые. И был, в общем, достаточно горд собой и при этом, при всем, вот это все стало не очень интересно и понимаешь, что то, что ты делал, так уже делать не хочется, а как делать по-другому не понимаешь. Ну, такое хорошее состояние, нормальное, тупика, слабо осознанного, но тем не менее, все-таки, тупика, в котором я несколько месяцев находился, пока Георг Петрович отец не затащил в Челябинск. и приехав, я в аэропорту его встречал, я до сих пор помню, что я ему сказал, я ему сказал, что когда я вернулся с Одессы, я первое, что подумал, какого черта, вообще, меня угораздило вообще все это вляпаться и лучше бы я никогда вас не видел. Но когда все-таки прошло эти три месяца, слава Богу, что я все-таки, в конце концов, вас снова увидел и что вот мы снова встретились. И все это привело к тому, что в Челябинске появился семинар, появился круг людей, которые, в общем, так или иначе, включились во всю эту историю, но включились в основном либо в рамках участия, либо в организации организаторных игр. Ну, благо, что мы все были привязаны как-то к системе образования, и поэтому у нас был, в общем, свой материал, не только студенческий, из которых тоже, кстати, вышли приличные люди, но и материал управленцев среднего и высшего звена промышленных предприятий, с которым мы, в общем, работали в традиционной образовательной системе, которых мы стали пытаться втаскивать и через которых пытаться организовать некие новые конструкты для обсуждения проектов развития либо их предприятий, либо более целостных структур. Вот все это привело к тому, что где-то в 90-м году, я прошу прощения, что я немножко про себя рассказываю, но мне кажется, это тоже важно, чтобы понять вообще, как я оказался там, где я оказался. В 90-м году были первые выборы в стране, большинство сидящих здесь, люди помнят об этом, многие даже в тот момент участвовали в этих выборах, в смысле голосовали, а некоторых даже туда начали выдвигать. И вот как бы группа товарищей, я вот до сих пор этому романтизму и этой вот искренности удивляюсь, они посчитали, что мне негоже вообще больше служить в образовании, надо двигаться вот в общем в жизнь, надо делать эти проекты, хватит вот умничать, пора из фазы Ицеголовой переходить в общем в фазу деятеля. И стали меня задвигать, возникла такая странная проблема, а куда собственно двигаться-то? Было три варианта, Россия, РСФЦР тогда, выборы, область и город, Селябинск. Я сказал, ну Россия вообще это, я такой амбиций не обладаю, я не понимаю, вот пока я не готов рвануть на такой уровень, но это как-то рано, чтобы там что-то сделать. Не могу вот себя помыслить там. Область, я не понимаю, что это за объект вот в сегодняшней конструкции власти, просто не понимаю, что с этим объектом делать, я не понимаю, как я там буду полезен. Город, мне понятно, вот что за объект, как этот объект прорисовать, как его простраивать и что с ним делать. Ну в общем, недолго думая, решили город и в совершенно искренней борьбе, я помню, я победил тогда сестра районного партии и районного прокурора, что вообще в общем вызвало какой-то взрыв для меня сознания, но я честно поверил в искренность и честность выборов, так между нами говоря. Я прошел в депутаты городского совета в первый же день. Комиссии раньше были, если кто помнит, заранее определены, какие есть комиссии в структуре совета, то я первый же день вышел с предложением сформировать постоянно действующую комиссию по развитию, по концепции развития города, постоянно действующую комиссию, во главе, естественно, с собой. Вот, и на всякий случай депутаты, избранные, среди которых был и мэр города, ну тогда представитель городсполкома и представитель совета, чувствуя, что лучше, в общем, не связываться, а записаться в эту комиссию, черт его знает, что они там надумают, записались туда все. То есть, все руководство оказалось в этой комиссии. Через какое-то время, через пару месяцев меня почти заставили принять решение о уходе на постоянную работу в совет, то есть, в состав президиума, для того, чтобы этой работой заниматься на постоянной основе. Я так и согласился. И еще через короткое время меня, я вылетел на уровень там зампреда горосполкома, да, а еще через короткое время случился пуч, и я как бы влетел в тот самый объект, который мне не очень нравился в области, стал вице-губернатором области в 91-м году. И, в общем, так таки себе успешно функционировал. Кстати, наша последняя встреча с Георгием Петровичем произошла, это как раз, когда я уже был святарем обкома и с Андреем Георгиевичем они на пару там дожидались приемной, когда их пригласят. Вот, но вот я сегодня услышал Андрея Петровича, Андрея Георгиевича, что вот он до последнего момента получал указания. Я указания, в общем, перестал получать до того, как стал святарем обкома, и поэтому понимаю, что указания это через реуса какие-то протекали ко мне в этой связи. Ну, и вот эта Челябинская площадка, Челябинский путь, он таки остался сложен с точки зрения объекта, и до сих пор для меня это все очень интересно, как процессы регионализации внутри российских, и вообще тематика регионалистика сама по себе остается крайне интересной, и настолько же интересной, насколько же и с моей точки зрения не оформившийся ни в наших экономических, ни в политических, ни в каких конструктах в качестве понятного объекта для управления или там тем более для политики. Он и остается таким, ну, в общем, таким. И дальше судьба так сложилась, что я в 97 году стал заместителем министра финансов, ну, и, как говорится, и тут поперло. Вице-премьер 98 год и так далее. И сферы деятельности были самые разные. Что нам повезло? Нам повезло, что с 98 года уже в Белом доме нам удалось всю команду, по сути дела, собрать, и мы начали работать в проектной как бы манере, в проектных режимах, реализуя, в общем, то, что нам казалось чрезвычайно важно. Первый опыт это были инфраструктурные проекты, когда надо было удержать то или сформировать такой каркас, на базе которого вообще страна могла жить, развиваться и даже функционировать хотя бы. и в этой связи формирование инфраструктурных проектов, касающихся ли сферы энергетики или транспорта, это было предметом нашей деятельности тогда, а с 2004 года это в большей степени ушло в тематику промышленного развития, в формирование и реализацию долгосрочных инструментов развития, таких как национальные стратегии развития важнейших отраслей и собственно большой пакет национальных отраслевых стратегий порядка 13 штук был сформирован с 2004 по ну по сути по 2012 год, это тот период, когда эти стратегии оформлялись и реализовывались. нам пришлось в разных темах покопаться для того, чтобы для себя определить эффективный набор инструментов участников и вообще собственно построить этот объект, строить эти объекты и успешно управлять, ну как нам кажется естественно их развитие. Ну в первую очередь надо было конечно разобраться с участниками, поэтому мы достаточно подробно для себя формировали понятие государственно-частного партнерства, посвятили этому пару проектно-аналитических сессий и в этой связи считаю, что это очень важно и правильно, поскольку любая национальная стратегия, которую мы строили по развитию той или иной приоритетной отрасли промышленности, это всегда было триединство. Триединство между участниками государственного частного партнерства, когда вырабатывалась общая или единая цель, которая была как на национальном, так и на корпоративном уровне приемлема, когда разделялись риски и когда объединялись ресурсы. Ну вот собственно говоря несложная конструкция на словах. Ну не такая сложная и в прорисовке, но достаточно сложная с точки зрения ее реализации. Но только благодаря такого рода подходу, с моей точки зрения, нам удалось не просто написать очередные трактаты, но сделать их инструментами, реальными инструментами развития отраслей. И будь, так сказать, 100 часов 12 времени, я бы мог по каждой из них достаточно подробно пройтись и рассказать и показать, как это делалось и как это реализуется и сегодня в том числе. но многие образцы и примеры в общем реализации так или иначе можно видеть. Они разные, существенно разные. Автопром это одна история и вообще одна стратегия. Черная металлургия это другая история, другая стратегия. Фармацевтика это третья история, третья стратегия. И может быть фармацевтика одна из последних и любимых тем, поскольку воспроизводство всех систем деятельности в рамках фармацевтической тематики наиболее как бы ярко проявилось с одной стороны, с другой стороны финальная была в рамках министерства, ну нашей работы в министерстве стратегия и поэтому может быть в ней в максимальной степени нашли отражение те инструменты, которые могут применяться. И никогда в предыдущей практике например не было в качестве инструментов реализации национальной стратегии программ с финансированием порядка 6 миллиардов долларов на 20 лет в которой 75% из этих денег идет на так называемую неокровскую на нировскую неокровскую часть и при этом при всем по приоритетным выделенным направлениям государство готово брать на семья до 75% рисков участия вот так разделяли риски по некоторым важнейшим разделяют до сих пор и конечно формирование такого корпуса национальных стратегий таких развернутых инструментов для поддержания этого развития для реализации собственно этих стратегий для нас явилось очевидным продуктом того что начиналось когда-то в 80-е годы для меня совершенно точно к счастью эта деструкция личности перевалилась в эту плоскость все это весь этот багаж который Андрей начал еще с того что вспомнил про этот восьмитомник я конечно не хочу заниматься промоушеном в общем это понятно что это не коммерческий проект но значительная часть этих текстов она описывает вот эту работу почему это не мемуары не потому что там жанр другой не так много персон и интимных подробностей из их жизни там описано но это не мемуары с моей точки еще и потому что это является даже для нас на сегодняшний день в общем инструментом текущего для меня лично текущей работы когда мы обсуждаем евразийский проект сегодня возникает такая дискуссия в чем что хорошо дискуссии придут и поднимаются почти мгновенно на высший уровень поскольку только на высшем уровне такие проекты можно промысливать можно пытаться их описывать договариваться о взаимопонимании проверив несколько раз это понимание и принимать решение о реализации по другому вообще невозможно ни в какой традиционной схеме такого рода проекты их просто нельзя сделать их невозможно делать в режиме второго третьего двадцать пятого чтения невозможно потому что это будет тот самый верблюд который представляет себя результат согласования для арабского скакуна пройдя он станет тем самым верблюдом ничего не получится и почему это важно потому что даже например дискуссия о том где место промышленной политики согласованной гармонизированной или единой вот общей или единой является на сегодняшний день предметом дискуссии вот с моей точки зрения здесь нет дискуссии здесь совершенно очевидно что нельзя формировать экономическую среду не имея единой промышленной политики иначе непонятно чего это обслуживает эта среда вообще какие цели какие задачи вообще она реализует какое развитие чего это вообще определяет экономики ну то есть экономических инструментов экономических знаний экономических факультетов института что это такое и тем не менее тем не менее понимание различия между общим и единым это вот то через что проходит ломка на сегодняшний день для всех политиков и управленцев которые привлечены к реализации евразийского экономического проекта непростое ну конечно и общее единое какие там вроде сложности как различить и тем не менее только ну вот для промышленной политики может быть для людей которые к этому имеют отношение могу такой простой пример привести вот недавно будучи с визитом на Украине в Украине и выступая с публичной лекцией там в киевском политехническом институте на эту тему очень кстати интересная дискуссия очень интересная лекция очень интересные студенты и вопросы и вообще очень интересная ситуация на тебя и в российском союзе сегодня больше всего говорят в Украине то есть если вообще вскрыть публичное пространство посмотреть что где происходит такое все это там вообще происходит вот не где-то в другом месте а просто в Украине потому что там об этом говорят все время и там об этом говорят в рамках попытки самоопределиться вообще я куда я туда я сюда я с кем я тут я там ну а на самом деле в общем пытаются сохранить функцию то есть не пояса пилсузского то какой-то прокладки не знаю кого а такой гроходки вот между системами что в общем понятно что при таких тектонических двигах приходит приводит тому что прокладки очень быстро стираются так иначе самопределяться придется значит стран которые позволяют позволяли себе раньше самостоятельное позиционирование на глобальном уровне и которые понимали что их шепот будет шепот а то и мысли будут услышаны обязательно вот двух рук много чтобы их перечислить сегодня даже они не могут себе позволить такого рода позиционирования и пытаются найти устойчивые или не очень устойчивые альянсы союзы интеграционные структуры ну понятно что украине помыслить себя можно конечно в любой десятке вот но на этом все к сожалению закончится поэтому когда вот там эта дискуссия шла говорит ну как же там вот промышленная политика кооперация так вот когда нет промышленной политики единой ну или хотя бы согласованные гармонизированные то всякая промышленная кооперация которая понятна любому технологу инженеру чем более она глубокая тем быстрее она начинает трактоваться как зависимость и негативная зависимость от которой надо избавиться и ровно это происходит с Украиной если посмотрите скажем на наш военно-промышленный комплекс вот та самая глубокая кооперация поддерживая которую как бы развивая ее в отсутствие понятных согласованных перспектив в том числе промышленной политики приводит к тому что начинается замещение и трата ресурсов на то чтобы убрать эту негативную зависимость вот разница если там дальше не погружаться между общим и единым так вот такого рода дискуссии сегодня для трех стран очень разных России Казахстана и Белоруссии может ли у нас будет единая промышленная политика и что же из этого надо выносить на регулирование на наднациональный уровень лежат на столе вот эта дискуссия которой мы сегодня управляем которой мы сегодня занимаемся и которой я надеюсь в ближайшее время обязаны будут найти разрешение иначе не будет союза к 15-му году и вот эти вот жесткие даты политически объявленные являются теми для нас ограничителями которые позволяют вести борьбу работу чтобы это не выглядело никаким политическим заявлением на между национальной и наднациональной бюрократиями вот они сегодня по большому счету это борьба и эта работа определяет как бы драматургию непосредственного процесса формирования Евразийского экономического союза интеграционных структур и так вот заканчивая я хочу вернуться собственно говоря к одной простой и понятной для себя вещи что ну свезло свезло вот так оказаться в центре формирования и в в реализации важнейших и интереснейших процессов свезло в том что дали возможность работать на хорошем системном уровне не отбивая не только желание работать но и в общем в какой-то степени давая возможность формировать команды структуры которые мыслить хотя бы могли а еще и дальше так или иначе переводить это в формат действий свезло то что благодаря этому удалось участвовать в реализации крупных и крупнейших проектов вообще если нет этих крупных и крупнейших проектов к сожалению и управленцев не будет а сегодня в сегодняшней ситуации и инженеров не будет вот смею я утверждать и исследователей не будет если не будет этих крупных глобальных проектов а работать с ними и управлять ими это вообще отдельная большая интересная история и я надеюсь что вот тот опыт который изложен восьмитомнике который прирастет ну вот для меня лично я знаю что точно один я еще напишу дальше не знаю там девятым томом станет интересным и полезным в рамках той самой методологической школы управления где мы попытаемся транслировать свое представление наверное о тех проектах с которыми туда могут прийти заинтересованные люди именно о их проектах о возможностях реализации тех или иных вещей спасибо а можно по-моему спрос да 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 можно конечно значит вы евро если вы говорите рынок движения товаров услуг капитала рабочей силы а вот движение интеллекта предполагается например создание сетевого университета экономики 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 мобильности евро ну в данном случае я хотел бы передать здесь привет пользуясь случаем я Андрей Георгиев Леусов представитель Калстанка школы еще древеской законы Александр Дорогин значит и здесь я представляю представитель комитета по новой деобразованию российские руководительные работодатели вы знаете вообще движение и товаров и услуги и капитал и рабочей силы само по себе предопределено и вообще возможно было и движение интеллекта без которой я думаю вообще ничего невозможно а с одной стороны с другой стороны если говорить об утилитарных правовых каких-то аспектах связанных с правами интеллектуальной собственностью продуктами и так далее и так далее это тема которая ну вот сейчас например на одном из своих срезов очень таком интересном горячо обсуждается между Никитой Михалковым и одним из наших министров который отвечает как раз за эту тему ну это как один из элементов что касается системы образования то вот с моей точки зрения если говорить о свободе движения рабочей силы то не надо воспринимать это ну или как бы было глупо воспринимать это утилитарно с точки зрения того что мы сегодня уже достигли вот мы подписали соглашение весь пакет он работает и для казахстанцев и белорусов нет никаких и для россиян нет никаких ограничений квот на прием на работу ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля вот как существует для украинцев например нет никаких проблем пожалуйста езжайте куда вам в питер и устраивайтесь на работу или наоборот там в алмату и устраивайтесь на работу и там и работайте себе но это все настолько было бы вот если бы сказать и удовлетворение достигнуто смешно поскольку движение рабочей силы и вообще жизнь и развитие и воспроизводство рабочей силы опирается не на миграцию миграция это запретительная или там какая-то разрешительная там система чего-то но это будет опираться на все образовательные институты на образовательные стандарты на понимание того что процессы в сфере образования настолько унифицированы что они позволяют принимать там или искать ресурс понимая что он мне даст отдачу если я его привезу и помещу вот сюда ну если бы я сказал что сейчас это достигнут ну извините я был бы странным человеком социальные стандарты понимаете люди поедут тогда когда они понимают что система там здравоохранения тоже унифицированная что вот он приедет туда и это в общем его рабочая сила не закончится после первой же там после первого насморка ну и так далее я могу это продолжать поэтому конечно все что связано с образовательной в частности средой это более чем важная более чем интересная история и более чем нужная для того чтобы какой бы то ни было союз функционировал коллега давайте так не узурпируйте в зале 600 человек понятно что вам очень хочется поговорить с Виктором Борисовичем коллеги вы стоите не у микрофона это камера и она снимает поэтому ближе всего к микрофону стоит Бахтурин а есть да отлично а есть он да давайте тогда пожалуйста вы а потом вот те кто поднялся и подошел к микрофону скажите а если вернуться к методологической части в контексте сегодняшнего мероприятия вот под ваши новые задачи о которых вы сказали которые отличаются от предыдущего уровня связанного с интеграцией корпораций и так далее а вот тот инструментарий который описан в ну шести томах я имею ввиду не два тома Георгия Петровича а вот шесть которые вслед за ним в этом сборнике по вашей оценке он как достаточен избыточен на чем бы вы сделали если бы смогли переставить акценты и прочее вот под те новые задачи которые вы собственно представили в первой части своего выступления наверное ничто недостаточно и вряд ли можно говорить о том я не зря сказал про девятый том что этот процесс является там завершившимся к счастью пока нет и даже пакет текстов описывающих опыт управления он будет наращиваться не переходя в мемористику конечно недостаточен с другой стороны важнейшие ключевые аспекты ключевые процессы ключевые схемы по этим процессам по объектам которыми приходилось заниматься последние 15 лет там описаны мне кажется достаточно интересно достаточно понятно и просто и так сопровождены хрестоматийно текстами и с выступлением чтобы как-то пояснить причем если я про свои три книжки говорю из этих восьми то тексты эти все по сути закавычены там есть куски рефлексии но вообще закавыченные тексты в которых я не мог выносить купюры это тексты которые я уже сказал которые я дал там в интервью и так далее то есть это всегда есть живое подтверждение и поэтому с моей точки зрения это вполне интересный достаточный инструмент для того кому хочется попробовать его куда-нибудь пристроить для моей деятельности это существенная опора очевидно но это я понимаете кусок меня поэтому кусок меня мне важен для того чтобы я любой сегодняшний проект евразийский в том себя реализовывал поэтому с этой точки зрения и корпус схем с которыми мы работали остается актуальным который мы конечно каждый раз в зависимости от объекта с которым имеем дело подстраиваем перестраиваем при этом базовые схемы по многим процессам в том числе остаются базовыми использованиями вы возьмите посмотрите так проще это какая-то странная такая он уже знает что два тома это Георгий Петрович а шесть Дмитрий Яковлев советник директора по технической политике представляетесь кто подходит к микрофону пожалуйста Дмитрий Яковлев советник директора по технической политике и развитию одной госкорпорации Виктор Борисович есть такое мнение что кризис 2008 года кризис исключительно методологический и обусловлен он тем что на глобальном уровне наблюдается кризис госуправления иллюстрируется это так все нулевые годы прошли под знаком очень серьезного использования элементов искусственного интеллекта во всех отраслях деятельности прежде всего в биржевой торговле это в общем-то было одним из моментов спровоцировавших такой масштабный кризис вот ваша точка зрения на такую вот постановку вопроса и второй вопрос по евразесу не кажется ли вам что это чисто топливно-соревый ресурсный союз который в общем-то единственное что может сделать это законсервировать сырьевую модель на десятилетия а может быть даже больше по поводу первого вопроса но я не настолько высоко ценю искусственный интеллект и может быть хотя знаете свои там 300-400 фильмов в год я смотрю и в том числе из разных вещей просто на спорте так привык уже смотреть кино поэтому многое из того что так или иначе рисуется воображение режиссеров и сценаристов мне тоже доступно и в том числе в отношении искусственного интеллекта но я не настолько высоко его оцениваю чтобы списать на него нечто что лежит за пределами человеческого управления и разумения то что это кризис там методологически ну в общем определенной степени да наверное можно и так это трактовать но в любом варианте это в любом варианте с моей точки зрения это кризис идеи абсолютно точно и все что как мне представляется на сегодняшний день происходит это то что та модель глобализации и та идея глобализации с единым центром этой глобализации в известном месте с известным адресом она собственно потерпела крах потому что в этом центре закончились какие бы то ни было идеи какие бы то ни было проекты дальнейшего развития тупик не увидели да идей никаких не вбросили и в этом смысле отжимали отжимают пока ну еще какое-то время будет отжимать со всех нас в том числе сидящих здесь в определенный определенного типа ресурсы для поддержания еще по инерции того процесса который был тогда замыслен и оформлен в том числе благодаря глобальным институтам но при этом при всем у которого абсолютно нет перспективы конечно кризис идеи очевидно совершенно с моей точки идеи нет у Европы на сегодняшний день она тоже не смогла принести пока вот она мучается вот мучается глядишь родит ту или иной проект который с одной стороны позволит ей самой себя из этого болота вытащить по другому не получится никто не поможет кроме самих себя с другой стороны позволит так или иначе вот вписаться в новый процесс построения нового облика мира в этом смысле американцам будет сложнее всех про кого я говорил поскольку поскольку многие как бы процессы и проекты ну просто так мне кажется устроена американская вся система я сейчас даже не говорю про государственную систему я просто по типу подготовки самих и проектов их реализации это слишком технологизированная история воспроизводства чего угодно и в этом плане вот вырваться за пределы вот этой модели будет конечно американцам достаточно сложно и это в общем даже на сегодня ну знаете когда вы говорите там про биржу и по поводу того что искусственный интеллект или инструменты да нет конечно но все это понятно что это нормально люди зарабатывают деньги для того чтобы зарабатывать деньги надо придумывать новые инструменты новые деривативы надо придумывать то что позволяет использовать инструмент эту площадку по максимуму то есть дурить ну то есть это нормально в общем процесс чего такой рабочий а что хотели раз вот такие правила так играли вы же не предполагаете что на футбольном поле надо при этом при всем оптимизировать настолько что каждый будет что-то про свое играть вот создали вот так играют они еще все ходят друг друга на части громят города после этого дела все в рамках этого же процесса поэтому много таких интересных проектов знаете вот классический проект как мне кажется в этой связи это вот борьба борьба за климат я по роду своей деятельности как первый с премьер еще имел к этому отношение но у меня я и тогда и сейчас это не скрывал я к этому отношусь очень прагматично с моей точки зрения это вообще один из величайших проектов современности на которых мне пришлось жить потому что придумать ну вернее не так придумали-то это не они придумали-то наши фантасты продавец воздуха вот реализовать продавец воздуха литературное произведение в создать глобальный рынок воздуха ну вот я всегда аплодировал этому проекту потому что это фантастика просто фантастика и когда конечно это в общем не очень дорого стоит там с точки проводить исследование под знаете если факты противоречит моей гипотезе тем хуже для факторов так вот в этом смысле проводить исследование которое будет подтверждать ту или иную конструкцию влияние антропогенного фактора там на климат на планете ну в общем дело понятно бога забыли вот ну душу ладно ну вот бога ладно говорит ну душу-то зачем так вот в этой ситуации конечно это классический из глобальных проектов навязанных но который потерпел фиаско в принципе да вот по большому счету не ну конечно там немножко как говорится наломали и нарубили но хотели больше чего не удалось то потому что американцы не вошли в проект ну потому что центр глобализации туда не вошел и проект не стал глобальным он рассыпался на массу локально а к тому моменту когда казалось бы этот центр глобализации подсел ему может быть политически было бы выгодно войти в такого рода процессы появился другой центр Китай который не может взять на себя подобного рода как бы истории опять таки потому что не он это придумал и не под него это сделано а ему за то есть он с этого ничего не заработает только должен кому-то дать возможность заработать кому-то голландцам которые там придумали как торговать квотами ну и в этом смысле я не заблуждался бы насчет искусственности нет как раз не заблуждался насчет искусственности в том смысле что именно искусство интеллекта людей позволяет реализовать то что мы с вами находимся где что касается топливного союза понимаете в общем никакой риск не страшен если ты его понимаешь ты его осознаешь если ты понимаешь как бы хуже все это вот горе от ума уже и делать то ничего не охота потому что ну страшно вот такой умный да и вообще вот так вот все расписал что там там топливный союз ничего не страшно если ты эти риски точно оцениваешь осознаешь если ты это воспринимаешь ну как бы адекватно вот если ты собственность воспринимаешь не как благо а как бремя за которые надо отвечать если свою энергетику воспринимаешь как с одной стороны богом данное преимущество да но не как кару божью то господи прости да а тогда опять таки ну что в церкви что ли все эти вопросы разрешать поэтому с моей точки нет этого риска если ты его осознаешь а если не осознаешь и делаешь получится вообще неизвестно что может даже топливный союз не получится пока пока трудно вот не просто но в общем процесс идет как мне кажется в достаточно правильном интересном русском коллеги у нас есть опасность это не пресс-конференция вот это правда я и только хотел сказать поэтому коротко и вас нет нет коллеги нельзя 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 вот отчать да нет прошу вас Марина Марина Лебаракина госкорпорацию я назову это Росатом в продолжение топливного союза вот у меня из двух частей вопрос первое а на каких собственно масштабных проектах технологической и производственной кооперации будет держаться Евросоюз я пока понимаю атомная энергетика природный уран в Казахстане обогащение у нас мне сразу хорошо что вы это понимаете если это понимает еще кто-то сидящий в зале что-то про себя вот на этом и будет держаться просто для начала а понимаете поддерживать можно поддерживать можно то что так или иначе обладает источником и потенциалом развития да вот труп или ренемировать невозможно поэтому никаких фантомов с одной стороны не должно быть они все равно должны на что-то опираться если это атомная энергетика то это тоже не новая история да это история которая имеет свое свое время свою извините за автологию историю свои проекты свои процессы свое представление о себе не только на этом расширившемся пространстве трех стран что само по себе смешно потому что это пространство трех стран не дает ничего если рассматривать только изнутри оно все что может дать несколько другую точку для позиционирования вовне и если вот это использовать как новое позиционирование атомной ну или так скажем мысли в атомной индустрии на глобальном уже масштабе вот тогда с моей точки это правильно и это надо поддерживать вопрос не про это но вопрос не про это но вы так его начали задавать что получили оплаченный ответ да хорошо что мы не стали рисовать технологическую схему как ульба включена в производственные циклы Росатома пожалуйста здравствуйте Виктор Борисович Верховский Николай Сколково который бизнес школ а не который значит да это называется Сколково-товарная Сколково-пассажирская вопрос у меня по теме все-таки как мне кажется по теме нашего колоквима и по теме собственно чтений наверняка методологический инструментарий я имею ввиду вот щедровитянский методологический инструментарий это не единственный инструментарий вас как в вашей управленческой практике но у меня вопрос про него собственно что он вам позволяет делать и какие задачи с помощью него вы решаете когда вы к нему прибегаете в каких ситуациях в каких задачах я пытаюсь Петр на меня так посмотрел внимательно насколько сейчас будет ответ по времени может это в девятом томе изложить с одной стороны в каждом из этих трех томов которым я непосредственно имею отношение все это изложено поскольку это элементы собственной моей рефлексии в отношении того что я делал и в применении к тем схемам которые там тоже изложены помимо тех текстов которые составили хрестоматийную часть там всех этих вещей и в этом смысле наверное там лучше всего искать на этот ответ вопрос с другой стороны когда я к этому прибегаю знаете вот ну всегда с одной стороны можно ответить всегда потому что как-то странно просто башка по-другому теперь уже устроена поэтому наверное всегда когда это особо важно Андрей просто с места сказал а какой другой-то ну да ну это ладно это я хорошо можно и так спасибо прошу ваш вопрос еще кто хочет задать вопрос из тех кто еще не задавал могут подойти к микрофону прошу вас представьтесь Владимир Олейник институт не и графит тема коллоквиума опыт использования методологических средств в управлении для управления не безразличен объект и важным тогда становится простраивание модели объекта управления скажите пожалуйста а был ли у вашей группы собственно опыт использования методологических средств в простраивании модели объекта если да то какова эволюция ваших представлений об объекте управления ну понимаете чтобы коротко ответить можно ответить три да 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 конечно да и конечно каждый объект с которым за ну по нынешним меркам когда год за три за длинную управленческую я все таки считаю для себя это практику управленческую в большей степени чем политическую практику всегда приходилось структурировать понимать простраивать схематизировать объект с которым приходится работать всегда приходилось точно описывать процессы внутри которых этот объект находится или которые находятся внутри этого объекта всегда приходилось реализовать и прорисовывать свое представление об облике этого объекта желаемого для меня как управленца того который должен будет принимать решение, либо должен будет готовить кого-то принимать решение, там, вышестоящий уровень, когда это надо делать. И всегда надо было понимать, какой инструментарий, ну, то есть, грубо говоря, всегда надо было понимать и видеть и велосипед, и всегда надо было понимать и видеть и прорисовывать объекты. И каждый объект из тех, которых, с которыми мы работали, он, конечно, структурирован, описан, схематизирован, и, собственно, это есть. Я прошу, это все выглядит, как опять промоушен этого 8-го года. У меня другого варианта просто нет. Да, Виктор Ильич, но я бы как раз так и ответил. Как раз группа, которая представляет свой опыт, всегда стояла на точке зрения, что именно схема или набор схем представляют те локальные объекты, которые в данном случае они принимают в качестве оснований для своего действия. И поэтому на процедуру схематизации всегда уделялось много времени. После того, как она проделана через работу с достаточно широким количеством участников, которые видят этот объект по-разному и схематизировано, после этого объект считается заданным на такт действия. По-моему, это настолько очевидно представлено в их многократных докладах, практиках и работах, что ваш вопрос, даже не знаю, куда его вообще поместить. Прошу вас. Не, ну я можно одно слово здесь только скажу. Вот я тихим голосом первую часть проговаривал, но я указывал как раз на собственный блок собственноуправленческих знаний. Они предполагают, что тут объект нарисован, они предполагают вообще невозможным работать без прорисованного объекта и без такого типа работы. И более того, что это есть как бы диверсия, если люди работают без объектов прорисованных. А поскольку 99% работают без прорисованных объектов, вот это и есть ситуация, в которой мы живем. 98% страна про диверсантов. Еще раз, коллеги, мне кажется, что это достаточно многократно проговорено. Мы оставляем за рамками, и Виктор Борисович даже, ну так сказать, косвенно сделал на это ссылку, что мы с вами при этом рефлексивно понимаем, что сменится тип действия, сменится состав участников, сменится картина объекта. Мы не, ну как, но на мой взгляд, в практике работы этой группы это очевидно представлено. Прошу вас. Я боюсь, что это крайний вопрос. У тех, кто хочет выступить, будет возможность по итогам. Виктор Борисович. А, представьтесь. Злочевский Аркадий, Российский зерновой союз. Виктор Борисович, в процессе практики, вопрос практически к работе комиссии, имеющей отношение непосредственно. В процессе практики внедрения той модели, которая была изначально сформулирована, в процессе интеграции наших территорий, естественно, возник конфликт. Конфликт между, скажем так, национально-ведомственными амбициями и самой моделью. В процессе этого конфликта мы видим, как рождаются какие-то компромиссы. Насколько вы оцените, правильно ли идти путем компромиссов? Либо, может быть, все-таки эти национально-ведомственные амбиции стоит поломать. Даже методологически, насколько это верно, идти путем компромиссов. Спасибо, Аркадий. Спасибо за вопрос. Мне кажется, он принципиально важный и очень вообще интересный. Евразийский проект по типу его построения и реализации совершенно точно должен быть и может состояться только как проект взламывающий, с одной стороны, национальные какие-то интересы или, по-другому бы сказал, ограничения и мифы. С другой стороны, взламывающие и корпоративные или ведомственные какие-то интересы, которые проникли и стали уже квази-национальными представлениями и в том числе об объектах развития. Неважно, о чем мы говорим. Мы говорим о зерновом рынке, в конце концов. Или мы говорим даже о более широкой рамке, о всей конструкции управленческой в рамках этого союза. И мне кажется, что в наборе инструментов, которыми мы сегодня действуем, как раз заложен тот инструмент, который позволяет этот риск пройти, пройти между этой ссылой и харибдой. Что я имею в виду? Основная база для Евразийского союза, база правовая, формируется за счет документов, которые называются международный договор. Международный договор, который подписывается непосредственно президентами или по поручению президента. То есть это документы, которые формируют наднациональную правовую среду, переводя площадку договоренности или вырывая площадку договоренности из компетенции национальной, передавая ее на наднациональный уровень. И естественно, вот в этом процессе передачи на наднациональный уровень, с одной стороны, идя по пути глубоких или глобальных компромиссов, можно получить того самого верблюда. Ну, будет еще одна надстройка управленческая, которая, собственно говоря, ничего не решит. Либо получить все-таки как бы прорыв. От чего надо прорываться? Вот я считаю, что использование инструментов международного договора, использование инструментов такого типа деятельности и вовлеченности первых лиц непосредственно в обсуждении, в подготовку и в принятии решений, позволяет прорвать национальный лоббизм и отраслевой лоббизм, который успешно закрепился на площадках трех стран. И вот такой шанс есть точно. И мы его стараемся использовать. И я вообще вот в этой работе, для себя и в эти сроки, вижу, ну, пожалуй, это самым главным. Вот есть два процесса, которые мы пытаемся в данном случае запустить и удерживать. Один процесс – это втаскивание наилучших мировых практик, для того, чтобы они стали основой в деятельности наднациональной структуры, не только в процессе деятельности, а с точки зрения формирования базы для Евразийского Союза, в тех сферах регулирования, которые становятся едиными или наднациональными. То есть втаскивать наилучшие мировые практики, что не удалось сделать на национальном уровне по каким-то соображениям. Скорее всего, по соображениям либо национальных ограничений, но, как правило, это высокий уровень национального или там отраслевого лоббизма. А с другой стороны, за счет этого преодолеть внутренние разногласия, которые есть в той или иной стране, которые не позволяли ей принять решение. Вот мы две эти вещи пытаемся удержать для того, чтобы продвигать вперед и чтобы единая правовая база не была бы ущербным и вообще шагом в прошлое, а не шагом в будущее. Вот при такой конструкции, мне кажется, это можно сделать шаг в будущее. При любой другой, если идти по пути исключительно компромиссов, то это будет всегда шаг в прошлое, потому что это будет худшее, а не лучшее даже из национального. То есть глобальный компромисс, это худшее из национального перевели в базу. А проламывание этих вещей, это значит взять внешнюю практику, лучшую и проломить то, что не удалось сделать на национальном уровне. Ну, насколько нам это удастся, я не знаю, но с одной стороны, с другой стороны, без компромиссов вообще невозможно, потому что это же война какая, о чем мы говорим. Конечно, всегда это путь достижения договоренности, это в общем путь так или иначе каких-то компромиссов. Ну, важно в общем, что это такое счет. Вот если это счетные вещи, знаете, вот сегодня кто там проиграет 5 рублей за, вот это не страшно, это не компромисс. Потому что не родился еще ни один талант, который что-то тут сможешь почитать, и в общем все экономисты в данном случае, ну пусть кто-нибудь из них хотя бы там на 2 года вперед про цену на нефть, что-нибудь правду скажет когда-нибудь. Таких людей нет. Ну, это в общем, это есть, только надо сразу спрашивать, что делаешь, продаешь или покупаешь, так будет понятно, что делается. А так, в общем, мы движемся в таком русстве. Спасибо за вопрос. Спасибо, спасибо, коллеги. Мы продолжаем презентацию в соответствии с программой. Андрей. Да, мы с тобой уже договорились, как мы будем делать. Значит, уважаемые коллеги, у меня следующее выступление называется «Современные инструменты корпоративного управления в ходе реорганизации холдингов», двух которых здесь обозначены. Но я несколько подсокращусь, потому что у нас есть и временные ограничения, я хочу сконцентрироваться на нескольких моментах. Ну, вот у меня появление здесь началось с упрёка, с упрёка в мой адрес, вот Пётр Абрамович сидит, говорит, что ты ушёл из корпорации, не закончил то, что обещал. И, соответственно, это моё выступление несколько модифицировало размышления по поводу его упрёка. Я отработал пять лет в корпорации, соответственно, выполнил все условия договора и достиг всех результатов, которые были в этом договоре обозначены. Но, конечно же, не доделал многое чего. Но я считаю, что, в принципе, всё доделать никогда невозможно. И нужно только правильно выстроить систему работ, и, соответственно, систему работ, я имею в виду, включая людей, которые бы с неизбежностью довела до логического конца те или иные стратегии, программы, которые заложены. Как это удастся, ну, поглядим. Есть и вопросы сложные, есть и очевидные вещи, которые будут реализованы. Но я вообще хотел сконцентрироваться на одном тезисе. Вот сейчас, с моей точки зрения, достаточно много разработано и стратегий достаточно разумных, и программ достаточно разумных. И идей, я бы сказал, достаточно для того, чтобы нормально организовывать, например, хозяйство в России. Но оно плохо организовано. И я считаю, что даже ситуация в какой-то степени критическая. С одной стороны, я понимаю, что есть наличие достаточно серьезного корпуса стратегии и программ, которые, но их нужно реализовать, коллеги. И вопросы реализации, я здесь вспоминаю своего товарища, тоже Челябинского, который говорил, что, ребята, иногда нужно переходить от тонкого аромата содержания к воне исполнительских машин. То есть у нас никто в унитаз не хочет, как в том анекдоте. Все в холодильник сразу. И в этом плане ситуация реализации, она является ключевой. Она является ключевой. И есть некоторые нормы и правила работы, которые должны, с моей точки зрения, осуществляться при создании, например, корпораций такого типа, с которыми я работал. Причем я работал с корпорациями, с которых можно работать в логике частного государственного партнерства. Что позволяет частное государственное партнерство делать? Она позволяет риски менеджера сводить до нормальных. Это единственное, что делает государственное частное партнерство. Поскольку, если ты приходишь в ситуацию, как была ситуация тех корпораций, о которых я хотел рассказывать, это некое разрозненное месиво предприятий недостаточно высокого еще технического уровня, то есть требующих серьезного перевооружения, требующих еще каких-то работ для того, чтобы, соответственно, стать современными и конкурировать на мировых рынках. Поэтому государство и партнерство государства в данном случае дает возможность управленцам, с моей точки зрения, причем во всех отраслях развития, которые сейчас существуют в России, довести дело до нормально работающих структур, до нормально работающих предприятий. Сделаем мы это или нет, я не знаю. Значит, и следующий момент, на котором я, в частности, хотел концентрировать свое внимание, это вот первое, это следующую надо, потому что это конструкция начала наших работ, а вот это я хотел обратить внимание на этот слайд и на нем немного поговорить. То есть сама ситуация, понятно, что там ничего не написано, как бы, но он мне, нет, 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 я здесь не хочу к восьмитомнику, это такой, знаете, такой жутел, типа, не знаю, что сказать, ну, восьмитомники у меня просчитываются, и потом придете, сдадите экзамен. Значит, дело не в этом. Значит, для того, чтобы привести некое неорганизованное целое, некую системность ему придать и сделать нормальной конструкции работающей, необходимо, с одной стороны, и это как бы требование, разработать стратегию, нарисовать этот объект, что ты хочешь в конечном итоге сделать, разработать соответствующую стратегию, далее набор программ, далее набор планов, далее сетевые графики, и, соответственно, замкнуть эту конструкцию и выполнять ее, и работать систематически и отчетливо. При этом надо еще понимать, что там везде есть участники этого процесса, и участники этого процесса должны как минимум понимать, что происходит и что необходимо делать. При этом в ситуации, которую мы имеем, понимание участниками процесса этого, того, что необходимо делать, оно как бы недостаточно как минимум. И вопрос только в одном. При этом материал, с которым работаешь, он достаточно грамотный и способный. Только нужно его помещать в правильные управленческие и подготовочные, как сказать по-русски, подготовительные системы. То есть необходимо, соответственным образом, налаженная система коммуникации, которая позволяет те замыслы переводить в действие и дальше, соответственно, реализовывать. И этой коммуникацией нужно управлять. И, соответственно, ее нужно очень серьезно уплотнять, потому что нету как бы того лага временного, все страшно переживают по поводу переноса опыта. Это такая теоретическая задача, сумасшедшая, говорят все, невозможно. Надо 400 лет прожить там в капитализме, еще 300, еще в чем-то, еще 200, а потом через 500 лет мы, соответственно, все сможем переносить опыт. Но понятно, что это бред. Нет такой теоретической задачи. Есть вопрос управления коммуникацией, соответственно, ее плотностью и соответствующих формах, которые позволяют переносить тот опыт, который человечество спокойно уже имеет. И, например, если речь идет о лимтехнологиях, не надо 400 лет, коллеги. Если идет речь о гейтовой системе управления, не надо 400 лет. Если идет речь о каких-то других, не надо никаких 400 лет. Нужно четко выстроить конструкцию, в которой вот это облако понимания будет достаточно правильно выстроенным, и у тебя будет достаточное количество персонала, которое готово справляться с соответствующими задачами. Поэтому по ходу работы, вот пятилетней работы, которую я провел, я провел 55 сессий, так называемых проектно-аналитических сессий. И есть как бы два или даже три условия, при которых есть смысл проводить такую интенсивную работу и как бы настолько уплотнять коммуникацию в коллективе. И дело не только в том, что это мне было необходимо, потому что у меня 120 тысяч работающих. И я понял, что если мне надо хотя бы с управленцами встретиться, мне надо только пять лет летать и разговаривать, поэтому я их собираю. Это не для этого сделано, а сделано для того, чтобы решать те задачи, которые ставят выбранная стратегия, программы, планы и соответствующие графики. Поэтому первое условие – это участие как бы первого лица, то есть человека, который принимает стратегические решения и вообще принимает решения в этой организованной коммуникации. Поскольку если оно отсутствует, то это обессмысливает всю эту работу. Потому что можно, соответственно, прислать консультантов, советников, но я советниками считаю только тех, кто мне деньги на стол положил и пошел со мной вместе в какой-то бизнес. Я говорю, ты мне советуешь? Хорошо, 50% оплачивай и советуй. Тогда я буду понимать, что ты мне советуешь, а иначе я не понимаю, о чем идет речь. И вот этот момент, он ключевой, что первое лицо, поскольку коммуникация и понимание, оно должно быть выстроено таким образом, что понимание было на разных уровнях, начиная с первого. Если первое лицо не понимает, что оно транслирует, кому оно транслирует, какие решения оно может принимать на основе того понимания, которое кому-то удалось сложить в тех коллективах. Это первое условие. Второе. Тематика обсуждений, тематика, такая сессионная тематика, организованной работы должна четко соответствовать линии тех задач и проблем, иногда, которые стоят по ходу работы. То есть это должна быть реальная ситуация. Дорожная карта работ и дорожная карта системы подготовки или корпоративных университетов, они должны просто быть идентичными совершенно, чтобы успевать друг друга подпитывать. Ну и третье. Есть некоторые формулы управленческие, которые просто необходимо соблюдать. Я опять возвращаюсь к этому квадратику, который я в воздухе рисовал, и куда как бы говорил о необходимости, соответственно, необходима схема объектов, то, о чем говорил Петр сейчас, отвечая на вопрос, необходимы соответствующие работы, которые проводятся. Необходимо, если ты управляешь какой-то системой, иметь ее стратегию, иметь программы, планы, сетевые графики, бум-бум-бум. Если ты это не имеешь, ну ты просто не имеешь права управлять, потому что ты 90% времени тратишь на размышления непонятно по поводу чего, и каждое решение, оно новое. А управление принимает 98% решений автоматически. И это как бы вопрос формализации систем управления в параллель, соответственно, с определенным образом выстроенной коммуникацией, которая позволяет реализовывать те программы, которые... Это и есть, собственно говоря, та работа, которую необходимо делать. Но она достаточно противная, поскольку протекает там по жилам и крови соответствующих руководителей. И, соответственно, должен быть какой-то их набор, которые готовы, во-первых, чтобы по их крови это все текло, которые, соответственно, обладают соответствующим набором необходимых требований, и, соответственно, которые готовы проводить 55 сессий или 60 за 5 лет, для того, чтобы те программы, которые необходимо делать, выстраивать и обозначать. Ну вот, и еще один момент, который... Я просто смотрел эти вчера ночью опять эти схемы, которые нарисованы, и мне очень показалось, эти две стратегии для одной корпорации и другой очень похожими. И это как бы меня очень... Ты назови, не все знают. Это двигателестроительная корпорация, объединенная ОАГ, и ВВР, это вертолеты России. Это две корпорации, которыми я 5 лет управлял. Вот, и поскольку сама по себе стратегия, она должна быть всегда конкретной стратегией. Зе, как вы говорили мои товарищи, с артиклем Зе. Потому что она всегда... А? Как говорил Георгий Петрович. Я не все говорила. Правда, он так говорил? Вот этого я не помню, но я верю, потому что это очень правильная мысль. Он в основном говорил очень правильные мысли. Вот, поэтому она всегда как бы касается того объекта, с которым имеешь дело. И я просто как бы знаком со многими стратегиями, которые как близнецы-братья. То есть вот здесь группы. Вот они... Есть специальные сейчас группы по разработке стратегий. Я так смотрю на них с весельем. Они ходят и везде стратегируют. По всей стране. И получаются определенные близнецы. Здесь мы как бы... Определенную работу перед уходом я, конечно, не мог не поговорить о стратегии до 2050 года. Вы понимаете? И поэтому, соответственно, мы провели такие мероприятия и попробовали выстроить совершенно стратегические такие конструкции, которые... Чтобы преемникам мало не показалось. Чтобы преемникам мало не показалось. И чтобы они попали в определенную машину, которая формализована хотя бы... Но я не говорю, мы не смогли довести. Вот в этом плане я с Петром Абрамовичем согласен, конечно. Я не довел формализацию до нужного уровня, которая бы обеспечивала эту преемственность. Так, финалистки. Не довел точно совершенно. И есть все возможности повернуть. Но, тем не менее, с моей точки зрения, сейчас как раз нынешний этап работы и работ, прежде всего, в сфере, которую я много лет отдал, связанной с оборонными делами, с машиностроением, со всеми... Они как бы... Есть все идеи, позволяющие их поставить на определенный уровень. Но вот вопросы реализации я в них, к сожалению, не уверен. Хотел бы на этом закончить. Не надо делать перерыв? Нет, не надо делать перерыв. Дайте нам... У нас ведь еще 40 минут нашего коллоквиума. И мы... Я хочу, чтобы, во-первых, мои коллеги... И плюс минут 10 в конце оставить на высказывание. Нет, я... Александр Бракович, я же все указания от всех собираю и потом как бы делаю, как мне надо. Вот. И если ко мне есть один-два вопроса, я соответствую... Нет, это ящик Пандора. Ящик Пандора? Да, поэтому по 5 минут, а потом... А потом. Ну, хорошо, заткнулся. Это я умею. На службе много было. Так, следующий тогда, следующий докладчик у нас, Зинченко Александр Прокопьевич. Содержание образования и формы организации подготовки в методологическом школе управления. Я несколько скажу вам. Он много веселее меня и очень перспективный человек. И слайдов показывать не буду, они у меня там есть. Значит, первое место, которое тема, которую я должен представить, занимает вот в этой системе работ. Ну, что значит система работ? Вот Виктор Борисович задал глобальное поле деятельности, где он является активным участником, инсайдером в рамках этих работ. Андрей Георгиевич в рамках корпоративного управления. Высокий профессионал, на мой взгляд. А что же такое содержание образования? Какое отношение имеет оно к этой деятельности? Я бы выделил две функции. Первая функция – это участие в организации рефлексии. Ну, вот эти 55, значит, пасов и те мероприятия, о которых говорил Виктор Борисович, они обязательно имели это сопровождение рефлексивное. И там наша функция состояла в том, чтобы помочь как бы в оформлении и схематизации. Вот схема, которую я там показываю на экране, конечно, это уже доведенная до определенной чистоты, вылизанная. А там в ходе этих дискуссий рефлексивных, они как бы складывались в смысловых таких потоках, нужно было оформлять. Это первая функция. И есть вторая функция. Поскольку то, чем заняты коллеги и та, значит, команда, которой я имею честь принадлежать, вообще-то не имеет аналогов сегодня ни в России, ни в мире. И Георгий Петрович, он очень хотел бы заниматься такими проблемами, но вот ему не повезло. Ну, не пришлось. Поэтому он придумал УДИ и там, значит, пытался имитировать вот такого рода деятельность. То есть, товарищи мои, прям туда попали. И было бы очень неправильно не оставить каких-то следов. В этом плане, чем заняты американцы? Там я еще про них скажу дальше. Они сволочи. Придумывают какую-то ерунду маленькую, но тут же из нее сделают пять монографий, десять учебных курсов, откроют по всему земному шару свои представительства и торгуют этим. А у нас масса интересных идей, реализованных даже, исчезают, пропадают. Поэтому вторая функция – зафиксировать то, что было найдено, превратить это в некое операторно-процедурное описание и транслировать. И вот здесь появляется необходимость иметь тот коллектив, которому это можно транслировать. Когда собрались управленцы высокого уровня, они, естественно, обсуждают за закрытыми дверьми. Сидит, значит, Виктор Борисович, известные эти фото, Назарбаев, Лукашенко, Путин, Христенко. И вот они там это обсуждают. А как сделать то, что они обсудили, и те идеи, которые там появились, как их положить на схемы, превратить в методику. Вот для этого появляются две функции, я назвал. Значит, вторая функция – это оформление и трансляция. И третья – мы теперь паразитируем на системе образования. Я это спокойно говорю. В частности, Тольяттинская академия, значит, Киевские, Красногорские и другие институции. Тольяттинская академия – это форма паразитирования, привлечения людей, которым можно было бы тот опыт отрефлектированный, схематизированный, транслировать и дальше передать. И вот отсюда появляются эти тезисы к содержанию образования. У меня там есть два слайда. Я думаю, что они будут там опубликованы потом, значит, в материалах чтений. Все это есть в мастер-монографиях, можно будет посмотреть. Но здесь по ходу дела, по ходу предыдущих выступлений, я еще одну вещь важную для себя понял. Вот это сказал Виктор Борисович. Он говорит, американцам будет труднее всего выходить из кризиса, поскольку у них все технологизировано. И действительно это так. Когда, значит, деятельность по трансляции и содержанию строго нормирована, приезжает профессор. Вот я учился в американской школе, банковской. Сначала требовали прочитать учебник. Александр Борисович, я бы, знаете, поспорил тут сразу, я бы сказал, американцам либо нам будет все тяжелее. У них все технологизировано, а у нас ничего не технологизировано. Вот я об этом и хочу сказать. И мы вот такие радостные, все пытаемся всех закидать. Но у меня тезис уже в развитии, как бы, да, у них все технологизировано, им трудно. У нас никаких технологий. Но в этом плане мы же пытаемся то, как мы транслируем это содержание, превратить в определенную технологию. Поэтому я и слайдов не показываю. Мы ведь очень гордимся, что у нас такая технология есть, она воспроизводится на целом ряде команд. А теперь я решил, нет, лучше показывать не буду, поскольку еще непонятно, насколько это правильно. Может быть, нужно искать какие-то более эффективные формы, вот эти клубные, о которых говорит Андрей Георгиевич, в которых можно было бы дальше такую трансляцию осуществлять. Но задача этого места, из которого я сейчас выступаю, это оформление, перевод в методики и трансляция. Это не точка. Ко мне вопросов нет. Я тут часто выступаю на чтениях. Ты хорошо сказал после вопросов нет. Я, единственный момент, вот мы сейчас говорим, есть клубная форма, и я как бы сократил все свои выступления, поэтому мне иногда жалко, наверное, то, что там было. Есть клубная форма, несомненно, она как бы для управленцев, особенно серьезных, она единственная приемлемая, потому что у них, во-первых, времени мало, и они приезжают только в хорошие места, где можно еще и отдохнуть и спокойно поговорить. И нужно, соответственно, делать определенную организацию работ, с одной стороны, и привлекающих их, и дающих возможность к этим ребятам, которые отдыхают, приехать и молодым, и рассказать о своих проектах. Ты даже не такая, что там показывали сейчас на экране. Показывали. Да, да, да. Нет, там до этого были бабочки. Это любимая фотография. Что там все улеглись на экран в этот момент. Понятно. Но вот это любимое пространство. Нет, просто дело в том, что фотографии больше всего любит Александр Прокофьевич. И там, если вы обратили внимание, их шесть, он на пяти представлен. Поэтому я сразу не стал их показывать в начале. И самое любимое, уберите эту фотографию. Чисто капиталистический подход. Кстати, одна из тем продолжения, это развитие капитализма в России называется. Она замысливается как-то, но не знаю, нужно ли ее будет делать. А последняя фотография, это любимая фотография Александра Прокофьевича, потому что он Толянского почти что за руку ведет светлое будущее. Поскольку у него, соответственно, там... Вот поэтому... Но, кроме... Есть клубная форма, есть форма, но без жестких организационных форм ничего не происходит. Без технологий ничего не происходит. Поэтому я, с одной стороны, терпеть не могу американцев, а с другой стороны, очень их люблю, поскольку модель у них блестящая, которая позволяет им достаточно мобильно решать многие задачи. Хоть иногда по-бандитски, но все равно все решают. Вот. И поэтому должна быть некая для школы необходима жесткая организационная форма, которая бы позволяла, позволяла как бы и обмениваться мнением, и позволяла бы эту коммуникацию наладить правильно и на системной основе. Я думаю, что вот этот выход на... Господи, слова эти технические... Айпадовскую версию, на возможность обмениваться вопросами и мнениями, это есть та организационная форма, потому что... Ну, интернет все равно он мир изменил уже. Как мне крути? Он его изменил вообще. Поэтому нам... Я терпеть не могу даже компьютер, я вот к нему подхожу, он меня... Американцы любят. Американцы любят. Поэтому нам приходится... Мы выходим на такую двойную форму организации, одна из которых есть клубное пространство, а вторая технически организованная среда, в которой движется коммуникация, и в которой, соответственно, мы будем работать и хотели бы это делать. Я просто у Петра Георгиевича попрошу сразу заранее на будущий год место, на колоквиум хотя бы небольшой. Хорошо. Я просто сразу хочу, чтобы он при всех сказал, тогда ему деваться будет некуда. Поэтому дальше я хотел предоставить слово Светлане Брониславовне Крайчинской. Света, время есть на самом деле. Александр Баркович сэкономил его для нас, поэтому и я тоже. Ну, я на самом деле хочу в таком же жанре, но я как бы можно, я тоже не буду показывать презентацию, потому что мне кажется, там такие операциональные вопросы, которые можно обсуждать подробно в более узком кругу, и как бы обсуждать это мне не хочется. Я бы, да, ну, слайд-шоу, да. И мне кажется, наши выступления построены вот в стиле стихотворения «Дом, который построил Джек», поэтому я как бы всю предыдущую часть повторять не буду, но тот фрагмент или тот элемент, которым я хочу сказать, это такая демо-версия корпоративной школы управления, фактически, которая в течение пяти лет работала в корпорации «Оборонпром». И, соответственно, мы попробовали, как можно сделать такую школу, как она работает и какие они дают, собственно говоря, результаты и продукты. И мы, собственно, решали две крупных задачи. Ну, я говорю, я не буду рассказывать про презентацию, можете ее смотреть, но я про другое. То есть мы решали две задачи. Первая – это подготовить людей к работе в корпоративном управлении, в своей корпорации, не вообще. И вторая задача – это подготовка и принятие соответствующих кадровых решений. То есть поставить людей, поменять их, изменить, передвинуть и так далее. И, соответственно, что касается первой части подготовки, мы тут запараллелили два процесса. Об этом говорил Андрей Георгиевич, Александр Прокофьевич. То есть, с одной стороны, надо было проектировать новую систему управления корпорацией из тех фрагментов, осколков, элементов, которые достались в наследство, и параллельно отбирать и включать в эти же работы людей, которые, соответственно, эту работу и будут делать ручками на местах. Вот, собственно, эти 55 сессий – это и есть организация работы по подготовке корпоративных управленцев. Но я повторяюсь, для этой корпорации с определенным артиклем это не универсализированная работа, поскольку, чтобы ее воспроизвести в другой корпорации, нужен перечень условий, начиная с первого лица и заканчивая системой работ. Поэтому, когда мне говорят, давайте мы в другом месте организуем, но это надо обсуждать, перенос и трансляцию. Ну и, соответственно, второй элемент – это подготовка, собственное принятие кадровых решений. Ну, тут, Андрей Георгиевич, я могу вас зацитировать, как бы, из позиции генерального директора корпорации, был такой тезис озвучен, что есть только два типа кадровых ошибок, либо неправильный человек назначен, либо на неправильное место. Ну, собственно говоря, мы в этой идеологии и осуществляли подготовку, и реализацию таких решений. То есть случился целый ряд назначений, и людей, которые прошли подготовку и продолжали ее проводить. То есть надо понимать, что это не разные этапы. То есть не вот сначала подготовили, потом тебе выдали сертификат или диплом, и после этого ты имеешь право занять место. Получил MBA и пошел работать. Нет, все параллельно. То есть если ты движешься и ты получил назначение, то ты, соответственно, продолжаешь двигаться в подготовке. Как только ты прекратил подготовку, ты перестал быть способным работать в системе управления. То есть два процесса не последовательно, а всегда параллельно. Соответственно, люди, которые, попадая на рабочее место, начинали погружаться в рутину и забывать про специально организованную плотную коммуникацию, они как бы системой таким образом и выпадали. Поэтому этот процесс продолжается. И, соответственно, я бы сказала, что у нас есть три типа, даже не выпускников, а тех, кто прошел такую подготовку в школе управления. То есть первое – это те, кто, собственно, заняли места, продолжают работать и реализовать стратегию. Успешно, неуспешно, качественно. Это можно будет обсуждать, когда будет какой-то этап фиксации, что сделано, что не сделано. Второй тип людей, которые прошли подготовку у нас, и сейчас пытаются делать что-то в других корпорациях. И это тоже нормальный результат. И там у них сложность в том, что им не хватает системы людей и работ. И третий тип людей, которые еще как бы готовы и жаждут этой подготовки, поэтому нужен новый образец, как бы новое место, где можно такую работу продолжать. То есть я считаю, что этот проект «Корпоративная школа управления» уже завершен. Вот новая организованность – это металлогическая школа управления Пестова. И, соответственно, то место, где такую работу можно дальше продолжать. А что-нибудь завершено? Там же он сохраняет свое существование. Андрей Григорьевич, я здесь могу сказать, нет, люди есть, мы там как бы работаем. Но системы нет. Все, система закон. Первого лица нет. Поэтому имитировать как бы не хочется. Ну вот здесь сидят люди из нашего кадрового резерва, которые участвуют в этой работе. Не надо выносить, не надо. Коллеги, я предлагаю ваши внутренние командные разборки не выносить на общее обсуждение. А это не командная разборка. Есть принципиальные две вещи, что такая конструкция делается как транслитивная. Вот «Корпоративный университет» – это не как бы такой сюжет, вдруг возникший в одном месте. С моей точки зрения, при определенных условиях, которые я называл, я не хочу повторяться, совершенно нормально работающая конструкция. Если в зале есть американцы, они сейчас это опишут и продадут дорого. Это раз. Вы же говорили, это человеком, машинной системой. А второй тезис, коллеги, еще я бы хотел его тоже обозначить обязательно. Я прошу прощения, у нас время просто есть, мы экономим. Нет, 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 сейчас, можно ты, перед тем, как ты продолжишь, я все-таки свой вопрос задам. Потому что пока выступали предыдущие два докладчика, я Андрея спросил, а про институционализацию ты что-нибудь скажешь? Он говорит, мы рассказываем о том, что мы делаем, а ты рассказывай про институционализацию. И я сейчас расскажу. Вот с моей точки зрения, зафиксированная вами проблема и задает тот разрыв, внутри которого может быть поставлен вопрос об институционализации. Вот ушла команда, включая первое лицо. А потом, естественно, начинается, ну, так сказать, полет свободный. И он на какой-то уровне стабилизируется, этот полет. Вот это и есть уровень институционализации. И с этой точки зрения, когда через пять лет вы посмотрите, что осталось, и что работает даже при отсутствии конкретных людей, то вы сможете увидеть, ну, вот эту границу между ручным управлением и институтами. Если ничего не институционализируется, я вам хочу сказать, что в моей практике такое бывало, то это эффект плохой предыдущей работы. То есть отсутствие технологизации, формализации, организации коммуникации, организации понимания, ну и так далее, о чем мы так все хорошо рассказали. Но можно я все-таки тогда добавлю? Я вот с Виктором Борисовичем согласна, что если не будет крупных проектов, то да, как бы все остальное, оно как бы не работает. И поэтому, как бы, вот этап, на котором мы сейчас находимся, для того, чтобы институционализация все-таки случилась, да, это следующий проект, который мы делаем уже не внутри корпорации, а межкорпоративный, ну, совместно с другой корпорацией, не буду называть, да, то есть как бы следующий лах и следующий шаг, они про другой проект. Но рассказывать про это еще пока нечего, это только как бы замыслы. Но мы просто понимаем, что если мы этого не сделаем, то работать в той системе, которая была уже сейчас в таком формате, невозможно. Ждать, как бы наблюдать деградацию тоже, как бы, не очень приятно. Поэтому нужен следующий проект, который позволит это, ну, как бы, оживлять и наполнять смыслом и содержанием. Запрос, можно? Сейчас, сейчас, сейчас. Но просто к вопросу институционализации. Есть институционализация, а есть формализация управленческой работы. Если это некая идентичность, но я не думаю, что это так. Поэтому. У вас было еще два сообщения, я думаю, что их нужно сейчас сделать, а потом дать возможность задать вопросы и высказать. Да, у нас. Вот тот, кого вел на фотографии Александра Прокофьевича за руку «Светлое будущее», вот он сейчас нам что-нибудь скажет. Спасибо большое, Андрей Георгиевич. Ну, я также уже сейчас, поскольку презентации предыдущие докладчики не показывали, я постараюсь коротко сказать, отнестись к тому, что уже обсуждалось. Я с 2008 года, собственно, в корпорации осуществлял практическую организацию управления знаниями и управления коммуникацией создал корпоративный университет Андрей Георгиевич, а мне, собственно, доверилось организовывать его работы. В моем представлении корпоративный университет выступал как раз в течение пяти лет и продолжает, наверное, еще пока какое-то время выступать, инфраструктурой для осуществления всей этой работы. Собственно, эта работа состояла из трех составляющих. Во-первых, это аналитическая работа по прорисовке бизнес-процессов. Во-вторых, это формирование перечня знаний, которые необходимы для этих бизнес-процессов. И третье, это инвентаризация носителей этих знаний. Но это, если так, абстрактно. В практическом смысле, как сказал Андрей Георгиевич, мы проводили по 10-15 мероприятий в год с широкой выборкой участников, с обязательным участием первого лица и включая даже студентов, обязательно в резинциальной форме, с выездом по 100-200 человек, иногда чуть меньше, иногда чуть больше, с обязательной схематизацией и рефлексией. То есть привносили те элементы, инструменты работы, которые командой были накоплены в ходе предыдущей работы. В результате, как мне кажется, мы смогли осуществить управленческую металлогическую подготовку отдельных групп людей. Мы не мерили остаточные знания, но точно можем сказать, что каждый имел возможность взять то, что ему нужно. Либо для личного развития, либо для выполнения текущих задач. Во-вторых, наработали корпус схем, которые легли в основу стратегий холдингов, которые входят в состав корпорации. Ну и осуществляли непрерывный мониторинг коллектива, о котором говорила Слава Бринславовна, что позволило руководству принять ряд кадровых решений. Вот, собственно, всё. Спасибо. Я хочу обратить особое внимание, у нас это крайнее выступление в коллоквиуме. И, собственно говоря, это вот та часть, о которой я начал говорить, что при любой деятельности должна быть техническая, организованная форма работы, в которой можно организовывать и коммуникацию, и организовывать соответствующие работы. И эта работа, связанная с айпадовской версией этой, как бы, вот этого вот стоящего здесь книг. Но я бы хотел сразу коллеге сказать два слова, предваряя это выступление. Значит, у нас замысел очень простой достаточно. Мы вот сделали первую работу, мы сейчас делаем версию айпадовскую для того, чтобы школа управления могла работать в организационном, в техническом режиме. Мы сделали перевод этих работ на английский язык, и сейчас работаем с издательствами английскими, американскими по, соответственно, тому, чтобы это вышло на той территории. И здесь это отдельная тема, просто от сложности вот этой работы она, как бы, мы сейчас не... И хотим дальше делать версию айпадовскую тоже английской версии, поскольку управления, допустим, без английского языка не существует, например. Вот в мире, если нет английского, если управления на одном языке, а на русском, значит, его нет. И, соответственно, при том, что, как бы, мы обозначили интеграционный процесс как ключевой, и я продолжаю думать об этом, что это так и есть, что вот есть, как бы, некие стадии, которые мы будем проходить, и, соответственно, о которых я прошу дать нам возможность поделиться, поскольку там много сложностей. То есть ты еще раз хочешь обратить внимание, что в этом футляре не коллекционная бутылка Хеннесси, а настоящие книжки. Спасибо. Не обвиняй меня. Всем здравствуйте. Я хочу рассказать о том, что мы затеяли в рамках проекта по публикации восьми юнографий. Помимо того, чтобы сделать цифровую версию книг, для того, чтобы кто-то, кто может и хочет, читали это с электронных устройств, мы решили попробовать и запустить новый формат дискуссии. И это такой эксперимент. Поэтому в рамках приложения, помимо чтения, человек сможет задавать вопросы авторам, мы даем такую возможность. И в том числе участвовать в дискуссиях. На остальных слайдах будут, наверное, видны просто какие-то картиночки красивые, которые демонстрируют, как будет работать приложение. Но на самом деле самое важное, это то, что мы хотим поставить эксперимент по накоплению опыта в каком-то другом формате. То есть это новый формат, в котором можно обсуждать то, что было написано авторами и поднимать какие-то дискуссии. Если какие-то еще важные моменты поднять технически. Конечно же, существует модерация, чтобы не было такой, что какие-то сумасшедшие будут писать вопросы и будет видеть их вся страна и вся аудитория. Будет модерация, но будет личная переписка с авторами, приватная. Но самые интересные дискуссии, самые интересные темы будут выведены в публичное пространство. И мы очень надеемся, что тот материал, который будет наработан в рамках работы над этим проектом, можно будет использовать для новых томов и для вообще наращивания нового слоя знаний и опыта, который можно будет потом транслировать на все сообщество. Поэтому мы очень надеемся, что те из вас, кто хочет, и у кого есть вопросы, у кого есть какие-то темы, которые можно обсуждать, будут использовать нашу площадку для того, чтобы их задавать. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Значит, у нас с вами 15 минут. Вадим Маркович Розин, я как Сокалу дам ему первое слово для вопросов. Потом в какой-то момент вопросы прерву и предложу сказать суждение. Пожалуйста, Вадим Маркович. Ну, у меня наполовину вопроса, наполовину суждения, наверное, будет. Вот очень интересные сообщения, мне кажется, содержательные все. Но вот когда я слушал Христенко, у меня возник естественный вопрос. А ведь про управление было, а вот про политику. Вот как связана политика с управлением? Вот это совершенно как бы осталось за кадром. Ведь и так же, как и Реус, когда он говорил, он говорит, вот все прекрасно, только не удается реализовать. Не скрыто ли здесь самое главное? Ведь дело все в том, что все, о чем здесь рассказывали, это как бы рациональное описание деятельности. Какой деятельность должна была бы, если бы все были заинтересованы, образованы, коррупция была бы блокирована, игра во властных интересах тоже каким-то образом. Вот тогда действительно вот все это работает. А ведь на самом деле есть много чего препятствующего, которое как раз и мешает. Ну в частности, например, что такое первое лицо, это же непонятно. Это же не отдельный человек. За ним может стоять вообще такое количество интересов. И вообще на самом деле это даже вообще не один человек, не один человек может быть. Так вот, мой вопрос состоит вот в чем, и я его задаю. Что должно быть в целом? Рациональная деятельность, которую мы, конечно, можем продумать, описать, развернуть программу реализации. Или все-таки социальный организм своего рода, куда входят люди, властные интересы, всякие игры на разных уровнях и так далее. И вот если второе, то как, спрашивается, этим можно управлять? Благодарю за внимание. Попробую ответить, ну может быть в том контексте, в котором вы управление и политику вспоминали. Вообще вот даже в той деятельности, которую мы организовывали, так или иначе, и которую сегодня пытались как-то представить, естественно, спутанно, непонятно и все время целая кирпичом, присутствовали разные слои и разные системы, в которые приходилось работать. Ну вот Андрей Георгиевич пытался отчасти говорить о системах, в которых ему приходилось управлять и руководить. Понятно, что руководство, управление и политика разные, для меня, существенно разняющиеся по сути виды деятельности, существенно разняющиеся системы, и в которых, в общем, инструментарий так или иначе присутствует свой, специфический, важный для каждого из этого слоя. Вот все вместе они, конечно, работают во второй модели, о которой вы говорили. Конечно, это социальная среда, и если мы сегодня говорим о тех объектах, которыми приходилось, развитием которых приходилось заниматься, ну скажем, об отраслях, то вся сложность, вот с моей точки зрения, состояла как раз в том, чтобы прорисовывая этот объект, надо было понять, что в нем будут присутствовать и встречаться при дальнейшем переводе этого объекта из существующего в желаемое состояние, все три типа деятельности и руководства, как система непосредственного трансляции целей, способов их достижения с жесткими, почти военными вещами, и управления, когда приходилось понимать, так или иначе, что существуют другие заинтересанты со своими целями, ну как правило, экономическими тем или иными интересами, которые надо было балансировать, и подниматься в слой политики, там невозможно, иначе принять решения в таких системах. И понятно, что каждый раз это различные инструменты. Если в политике инструмент, там условно коммуникации, там понимание и использование всех инструментов домедийных, в первую очередь, является ключевым, кроме известных способов, там скрытой латентной деятельности и переговоров, то в руководстве иногда достаточно было просто биты, там, да, для того, чтобы выбивать нужные элементы в нужное место, для того, чтобы все это функционировало хотя бы уж там, что называется, в тех системах недоразвития. Поэтому, конечно, это второй тип деятельности, и если я, например, не затронул его, ну, наверное, в силу вот там сумбурности самого текста, который я нес, ну, может быть, там времени, но для нас это точно вещи, которые, без которых мы бы вообще не смогли ничего делать. Единственное, что, мне кажется, в вашем последнем замечании относительно того, что если бы это все не учитывать, то как там коррупция, там, и так далее, и так далее. Вы знаете, вот все отличие, как мне представляется, от того, что мы сейчас делаем здесь, от того, что вы делаете, задавая им вопрос, состоит в том, что мы в это во все, вот в течение этого длительного периода времени вставлены были, и мы в этом во всем, как это ни странно, не только выжили, да, но еще, и не только даже функционировали, но и сами как развивались, как мне представляется, там, лично для себя, и еще что-то смогли сделать. И в этом смысле, что называется, welcome, да, вперед, вот, места много, народу дофига, людей почти не осталось. Поэтому вперед, тут, что называется, всем хватит куда сунуть в мясорубку любую часть тела, которая больше мешает, для того, чтобы почувствовать, насколько приятно вообще все это, вообще двигать. И в этой связи, вот, школа управления, которая, металлогическая школа управления, ну, Пестов, да, с этим брендом, это в какой-то степени попытка найти тех людей, которые, а, вставлены, у которых, б, есть кейсы какие-то, у которых есть проекты, которые что-то могут и что-то вообще хотят делать, и которым можно в этой связи помогать, двигать на вот этих ситуациях, там, передавая, в общем, свой некий опыт. Понимая, что собственная, как бы, деятельность и карьера в этой части, в части, там, управления и политики, она все равно уже вот на этапе перехода к мемуаристики. Ну, что, в общем, объективно, тут я не кокетничаю, я считаю, что просто вовремя и уходить в том себе надо с таких вещей, потому что это круче большого спорта, круче большого спорта, поверьте. Спасибо, прошу вас. Сейчас, 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 а, ты тоже ответить хочешь? Да, не могу. Да, Вадим Маркович, поломали бы нам всю дискуссию, да. Да, Вадим Маркович, вот вопрос, связанный с рационально организованной деятельностью или социальной, по сути дела, он существенен, вот, он стоит. Мне, я могу сказать, мне очень повезло, ну, по жизни. И если брать последние вот эти пять лет работы, о которых я говорил, то, соответственно, мне дали поработать первым лицом, это правда, за счет серьезного социального прикрытия, там, чего угодно, за счет того, что, как бы, смотрели мои предыдущие, как бы, действия. Но я имел серьезное социальное прикрытие, и мне давали работать первым лицом все пять лет. И поэтому, поэтому предприятия росли по 20% в год. И это, как бы, абсолютно нормальная конструкция. И поэтому я и говорю, что при определенных условиях, при определенной организации работ, при определенном социальном прикрытии тех или иных, как бы, участников процесса и управленцев, вот, это совершенно спокойно может делаться еще в 10 местах. Но вопрос очень существенный. Прошу вас, представляйтесь. Андрей Коплеев, директор правового департамента Союза потомков российского дворянства. Это международная корпорация, я считаю, сословная, именно в понимании классического римского частного права, как объединение союз лиц. Мы не рекламируем. Да, я понял. У меня, соответственно, вопрос про корпорации, к докладу про корпорации. Как вы считаете, если мы воспринимаем корпорацию как институт частной собственности, есть ли вообще в России корпорации сейчас, потому что, с моей точки зрения, это моя позиция, в России нет права собственности, потому что, например, нашу корпорацию кинули, большевики ограбили, собственность не вернули. И в настоящее время вопрос до сих пор не решен, хотя есть вся нормативная правовая база. И большинство населения страны также не признают итогов приватизации. Спасибо. Большевиков не люблю сильно, поэтому... Значит, ответ такой. Ну, я являюсь сейчас... Вот я ушел с работы, связанной с управлением государственно-частными активами. Но при этом там тоже я хочу вам заметить, что была работа, это была ОАО, соответственно, которая работает по определенным законам, рыночным законам. И, в принципе, для менеджера без разницы, чем управлять. Корпорация, которая частногосударственная, или там частная, или государственная, какая угодно, лишь бы управлял правильно. Поэтому сейчас есть безумные споры по поводу, там, как космос организовать. Я говорю, так хотите, только... Ну, систему управления выстроите нормальную, и будет космос. А не выстроите, и не будет космоса. А с точки зрения частной... Вот теперь я частный собственник. У меня есть свои активы личные. И я ими управляю. И как бы... Просто законы соблюдаю, вот, которые здесь есть. И они дают возможность при нормальной организации и работ, управлять этими активами. Поэтому... И поэтому, собственно говоря, в перспективах, вот то, что мы сегодня обсуждали, есть книга, это интеграционная, которая... Ну, поскольку ключевой управленческий процесс в мире. Вот мне она очень интересна, например. А есть еще одна книжечка про развитие капитализма. Но она базируется не на том, что его не существует. Он существует. Сколько капиталистов же... Мы же знаем с вами, это самые нравственные люди на свете. Конечно, им тяжело в тяжелой среде, соответственно, иногда. Но эта тема есть, и есть частная собственность. И слава Богу, поскольку это есть ключевой момент для экономики. Нет частной собственности, нет экономики. Ну, это просто как бы уже очень наше. Спасибо. Прошу вас. Прошу вас. Так. Прошу. Чумаков, Санкт-Петербургский технологический институт. У меня вопрос к Светлане. Вы готовили кадровый резерв для конкретной корпорации. То есть решали практический вопрос. А если, скажем, поднять планку выше, возникали у вас задачи, скажем, если корпорация называется «Земля». Нет, так далеко нет. Сейчас мы готовим кадровый резерв для оборонно-промышленного комплекса. Это следующий объект. До земли нет. Спасибо. Если нет возможности назначить, то нельзя готовить резерв. Поэтому, на мой взгляд, вы переводите наш разговор в какое-то совершенно другое недеятельностное русло. Вопрос о границах деятельностного подхода Вадим Аркович обозначил. Все собравшиеся понимают сложность и тонкость этой грани. А вы выносите нас куда-то непонятно куда. Есть такая болезнь – интеллектез. Она заразная. Но вот этот тезис очень правильный. Если не можете назначить, не готовьте резерв. Если не можете назначить, не готовьте резерв, не обманывайте людей. Ну, может быть, вы просто не знаете заказчика от имени «Земля» проекта. Может быть, он есть, может, коллега просто знает. Тогда будет понятно. Куда назначать бы он? Спасибо, коллеги. Еще есть возможность задать один вопрос и выступить суждениями. Два-три суждения. Мы чуть-чуть затянем завершение этого калекрума. У вас вопрос? Да. Пожалуйста. Лобанов Владимир Иванович, создатель русской логики. У меня вопрос по выращиванию кадровых резервов. Не боитесь ли вы вместо управленцев получить менеджеров, то есть кое-какеров? Как их назвал задорно? Болтунов. Так вот, у меня вам деловое предложение. Вы можете предварительно этих кандидатов проверять на интеллектуальность. Интеллект оценивается очень просто. На основе логики, на основе науки о мышлении. Можете взять в интернете мои работы. Это реклама пошла. Нет, просто предложение деловое. Русская логика – индикатор интеллекта. Хорошо. Спасибо. И на основе… Если освоит эту русскую логику индикатор, значит четверка по интеллекту, как минимум, не освоит. Бестолочь. Мы поняли. Мы поняли. Интеллект проявляется очень просто. Даешь человеку задание, через год проверяешь. Нет интеллекта… Спасибо. Видно. Прошу вас. Прошу вас. Управленческая работа является сегодня в мире общим местом добротных школ управления. В этом смысле это, я бы так сказал, уходящий вопрос повестки, а не актуальная повестка. Если мы посмотрим на школы Голдрата, Портера и так далее, и так далее, в них решается как вопрос формирования рабочего объекта, так и гораздо более хитрая ситуация, порождаемая этим обстоятельством, а именно необходимость транслировать определяемую наличием такой организованности практику орк-управленческой практики, саму орк-управленческую практику, ее транслировать. На мой взгляд, так я понял пафос, вот это переходы в ситуацию трансляции, пафос презентации вашей. На мой взгляд, обустроить трансляцию орк-управленческих практик, в основу которых положено мышление, орк-управленческое мышление на уровне объектов, без проблемной организации этой ситуации невозможно. Спасибо. Можно продолжить? Если продолжить, то за 30 секунд. В этой связи я обращу внимание на один исторический момент, менеджмент очень серьезно развивался в США, а Европа проходила другую историческую ситуацию, связанную с мировыми войнами на ее территории, которые стали своеобразным вызовом практики создания крупных организационных машин, употребляемых в целях геноцида и так далее. Отсюда три темы, которые я бы включал в повестку. Первая тема – оправдание мышления. Вторая тема – связь философии, методологии с управленческой практикой. В двух аспектах – этические основания и что такое прикладная методология. Спасибо. Прошу вас, потом вы. прелесть выступавшей сегодня в первом колоколеуме команды заключается в том, что она уже достаточно долгое время работает вместе. И более того, как показали выступления Виктора Борисовича и Андрея Георгиевича, некоторые решения уже удалось реализовать. Поэтому к тому, что нам рассказали, можно относиться эстетически. И у меня будет такое эстетическое отношение. Если вот эти схемы были реализованы, я прошу прощения, забыл представиться. Третьяков Андрей Аркадьевич, институт Шиферса. Если вот эти вот самые решения были реализованы, и то, что мы в определенной мере наблюдаем сегодня в нашей промышленности, есть результат этих решений, то у меня возникает два эстетических недоумения. Недоумение первое. Каким образом так получается, что у нас автопром является преимущественно местом отверточной сборки? И как эта отрасль промышленности будет развиваться? Недоумение второе. Почему, например, в энергетике командует финансовые монагеры, которые не только не знают, что финансовые схемы надо согласовывать с инженерными возможностями, но даже не замечают, когда у них из-под носа миллиард. Неизвестно куда уводят. Возникает некоторое подозрение, что в деятельности команды, которая собирается хендбуки восьмитомные публиковать и уже начала это делать, с предстоящим переводом на английский язык и во всякие интерактивные формы, имеются некоторые недочеты, которые привели к этим эстетическим недоразумениям. Про эти недочеты пока ничего не было сказано. То есть, на мой взгляд, пока в выступлениях отсутствует собственная методологическая рефлексия средств. Виноваты только плохие обстоятельства. Я закончу. Спасибо. Реагировать будете? Не будете? Запустим. Сейчас. Может, давайте последнее, а потом это самое. Да, прошу вас и ваше крайнее выступление. Нет, ребята, но время. Перед перерывом я хотел бы сделать такое праздничное предложение. Скорый юбилей Владимира Ивановича Вернадского, 150-летие. И вот здесь выступал Христенко Виктор Борисович. И это обращение предложения в первую очередь к нему, но и поддержать это предложение всех участников. Значит, 12 марта объявить Днем науки для конфедерации стран Еврозеса, инициировать создание КЕПС-2, то есть комплексную программу развития производительных сил для конфедерации стран Еврозеса. Ну и в данном случае Вернадский, он, поднять эту идею, концепцию, парадигму ноосферной цивилизации, ноосферной корпоративной культуры, это то знамя, то флаг, который, как говорится, необходим сегодня мировому прогрессу. В этом плане я представлюсь Сорокин Николай Александрович, ректор западно-казахстанского кампуса-конгресс-центра сетевого университета Евразийской Междуречии. Это университет именно трансграничного партнериата, социального партнерства, академической мобильности, гильдийско-казахстанского строительства, наукообразования, практика, на примере города Уральска, западно-казахстанской области, и города Самары, Российская Федерация. Спасибо. Спасибо, коллеги. Я даю возможность отреагировать нашим выступающим, после этого будем делать перерыв. Спасибо. Если можно, я коротко отреагирую. Насчет эстетического недоумения. Безусловно, по целому ряду направлений и проектов такого рода недоумения я бы с удовольствием с вами разделил. Не знаю, с удовольствием, с неудовольствием – это другой вопрос, но вполне могу разделить. Хотя, объективности ради, надо сказать, упомянутый вами автопром и так называемая отверточная сборка – это не совсем правильное суждение, не совсем профессиональное суждение по данной теме. Я просто не хочу всех загружать, но реализация проектов, которые сейчас запускаются в рамках реализации стратегий, которые сейчас развиваются и идут, предусматривают. Это, к сожалению, не краткосрочная история, а долгосрочная история. Проекты корпоративные, которые, благодаря национальной стратегии, были запущены, рассчитаны на выход на полку примерно на 7-8 год. А полка для них означает не только технологическая локализация процессов, процедур и перенос центров производственной тяжести на российскую землю, но, что гораздо более важнее, перенос инженерной компетенции на российскую землю и взращивание инженерных центров под те структуры, которые являются продуктами глобального партнерства. Если вы посмотрите на несколько проектов… Если вы сейчас про Калининград только начнете что-то говорить, я вам сразу скажу, что это вне рамок автомопробовской стратегии, вне рамок политики. Потому что это то изъятие… Ну, с моей точки зрения, это такой вот тот самый компромисс, о котором Аркадий спрашивал, который был тогда на заре начала строительства России, достигнут отдельными людьми для себя и который, по сути дела, лежит вне логики промышленного развития и таким эксклюзивным эксплавом является и в этой части. Так вот, если мы сейчас говорим о реализации стратегии, то стратегия опиралась и опирается на создание глобальных альянсов и глобальных партнерств, причем включение туда российской активности по всем звеньям создания продукта, начиная от инженерной мысли и заканчивая той самой сборкой. И в этом плане, вот о результатах такого рода проекты, которые сейчас реализуются, можно будет судить и нужно будет судить, сейчас можно судить о движении к этому, а вот по результатам можно будет судить и эстетическое наслаждение получать или не получать в 2018-2019 годах, если говорить по этим процессам и по основным стратегиям реализуемым на корпоративном и национальном уровне здесь. И что, наверное, очень хорошо, ну, собственно, это сегодня видно, сегодня рынок автомобильный на 75% уже наполняется, причем это же не «Жигули» в советское время, тут никого никто не заставит ничего купить, заполняется продукцией российского нового автопрома, который наращивает вот эту свою компоненту включенности по всем звеньям создания продукта в соответствии с планами. И пока там никаких отклонений нет. Дойдем, вот какая компетенция будет нашей, условно говоря, в создании глобальной платформы для Форда, мы что возьмем, трансмиссию на себя или дизайн, вот это вот еще вот то, на что сейчас ищется ответ. Но это будет вот та компонента, которая будет в глобальной платформе, является российской. И это самое ценное, собственно, взращивание такого типа инженерной компетенции. Это одна ситуация. Если говорить про какие-то другие вещи, про энергетику вы упомянули, отличный пример, больной для меня. Ну, я в восьмом году перестал заниматься энергетикой, до этого был министром промышленности и энергетики, потом стал министром промышленности и торговли. А энергетика стала заниматься в том числе свое ведомство, свои структуры. С одной стороны, многие, это была первая стратегия национальная, которую мы делали, еще делали в конце прошлого века, энергетическая стратегия. Первый опыт стратегирования такого типа был заложен там. Она была принята чуть позже, в начале, уже в 2003 году. И в этом смысле в ее реализации было целый ряд слоев по секторам, по подотраслям энергетическим. Но я с вами согласен в какой части, что смена в том числе и команд реализаторов, которые участвовали в замысле и в описании, и в реализации этого замысла, иногда приводит к умыслу. Ну да, но что? Никто не отменял личный фактор в этом смысле. Безусловно, сменившиеся структуры управления, сменившиеся команды управленцев так или иначе внесли, привнесли в элемент энергетической, в реализацию энергетической стратегии что-то свое. Ну иногда вот такое неказистое с эстетической точки зрения. Если рефлексия по поводу того, что не удалось и в том числе, что может быть некорректно было сделано с точки инструментария, отчасти да, отчасти она появится вот сейчас, когда мы собираемся развернуть дискуссию по этому поводу. Мне кажется, самое главное, что, ну поверьте, вот для меня не так просто лечь на стол, вот так вот разложить все это и говорить, ребят, а теперь давайте посудите, вот что я натворил там за эти вот годы, да, я вот к этому готов. Ну есть таких много примеров там, ну замечательно. Но я готов, я готов в этом смысле легко обсуждать и на, в общем, одном языке. И мне кажется, то, что мы сейчас говорим с точки зрения и там айпадовской версии, с точки зрения школы управления, это ровно вот эта вот деятельность. Поэтому, если вам это интересно, мы будем, я буду счастлив, например, продолжить этот разговор. Спасибо. Спасибо. Я ответ услышал, хотя он меня не до конца удовлетворяет. Это естественно. Да, пожалуйста. Но я тут, тут много уже сказано. Значит, мы рассчитываем на критическое отношение. На критическое отношение. Вот это основной пункт и основной замысел этой работы. Мы рассчитываем на критическое отношение. Вы удивительно политкорректны. Значит, я не таков. Поэтому, Андрей, при всем уважении, я хочу сказать, что есть большая проблема. В какой степени внешний участник должен быть погружен в ткань действия, чтобы иметь возможность делать рефлексивные суждения. Понимаешь, это большая методологическая проблема. А вот из позиции, знаете, такой совсем внешней, к сожалению, я должен вам сказать, вообще ничего не видно. И поэтому, чтобы наше сообщество, не дай бог, не скатилось к газетным штампам, я предлагаю, вы тоже очень политкорректно задали этот вопрос, который, я думаю, есть у очень многих в зале. Но надо удерживать масштаб и качество самооценки в вынесении любой внешней оценки, чему бы то ни было. Поэтому на сей ноте спасибо большое докладчикам. Мы делаем перерыв до 13.45. Как всегда, можно пообедать здесь или наверху. Ура. Партяля. Эт리. Перерыв. Ура. 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 Ура.